Добрый вечер, дорогие друзья! Центр Дерховного Развития Рада 2005 приветствует вас на программе Александра Геннадьевича Хакимова «Наука счастливой жизни». И сегодня действительно у нас есть возможность соприкоснуться именно с наукой, потому что подчас мы действительно в такой растерянности, потому что счастье — это удача некоторых из нас, или это то состояние, которое может достичь каждый. Это состояние временное, либо можно достигнуть его в том качестве, которое никогда не будет оканчиваться. И поистине человек, который сегодня нам об этом расскажет и, безусловно, ответит на ваши вопросы, является удивительной личностью. Александр Геннадьевич — художник, путешественник, философ, автор очень глубоких и таких действительно невероятно мудрых книг, таких как «Уровни сознания», «Духовная семейная жизнь». И его общественная деятельность как раз в контексте возможности узнать эти вечные ценности уже на самом деле принесла благо и пользу многим-многим-многим слушателям. И сегодня у нас в Риге поистине мудрец Александр Геннадьевич Хакимов. Давайте его поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, наша тема сегодня будет «О счастливой жизни», «О счастье», как всегда. Мы всегда говорим о «Счастье», о каком-то. А кто-то верит в счастье вообще, поднимите руки? Ну, не все. Кто-то помоложе верит, кто-то постарше сомневается уже. И кто-то может даже сделать вывод, что счастья как такого, наверное, и нет, такого вот, в высшей степени. А какое-то есть у каждого счастье. Ну, как бы с чем-то можно жить, как-то смириться. Так или иначе, можно жить дальше. Чтобы обрести счастье, нужны большие знания. Потому что страдания все связаны с невежеством. То есть знания — это синоним счастья. Вот от этого будет зависеть, каковы наши знания о себе, о этой жизни, об этом мире. И вот настолько мы сможем взаимодействовать в счастье. Потому что счастье — это, конечно же, взаимоотношения. Не только это просто моя природа или чистота. Это тоже относится к счастью. Чистота моего ума или сердца, или чистота тела, здоровье — это означает. Это тоже близкое понятие. Но главным образом, для чего мы это хотим? Взаимоотношения. То есть развивающее динамичное счастье — это любовь. А любовь подразумевает отношения хотя бы между двумя людьми. Минимум два. Не один. То есть если я один, я могу жить, собственно, неплохо, отрегулировать свою жизнь, но счастье не испытаю, помню. Пока не будет обмена. И все мудрые люди прошлого, мы всегда на прошлое упоминаем, что мудрые люди жили когда-то в прошлом. Почему-то всегда так мы говорим. Может быть, они и в настоящем, конечно, мудрые люди. Но их, как всегда, не так много. И просто мы хотим сказать, что наука-то была известна в прошлом, досконально. То есть это не какой-то новый вопрос, понимаете. Это вечная тема, изучена глубоко уже. Мы сегодня обсудим этот момент. Все мы это знаем хорошо. Другое дело, что мы не можем это сделать. Вот этот момент интересный. Мы тоже поговорим об этом. Почему не можем стать счастливыми людьми при таких-то знаниях, в общем-то, открытых? Ну, все что угодно открыто сейчас. Пожалуйста. Ну, почему же мы не можем воспользоваться всем этим? Почему мы все же остаемся какими-то одинокими, внутри себя непонятыми? Почему нам, собственно, нет дела до окружающего мира особенно? Как так получилось, что мы разорваны на части, как личности, как общество? То есть нет такой близкой связи, да и мы не желаем, собственно говоря. Так вот, мудрые люди говорят, что каждый человек связан с тремя аспектами отношений. Каждый из нас здесь сидящий, каждый живущий в этом городе, за городом, где угодно, три. Каждый из нас имеет связь с тем, кто ниже нас находится по уровню разума. Каждый имеет отношения с равными по разуму. И каждый имеет отношения с тем, кто выше, больше, более развит в знании. Хорошо. Я могу признать, согласиться, что кто-то ниже меня. Несложно. Глупее, допустим. Дети, животные, да? Ниже. Я могу также согласиться, что кто-то равен мне. Ну, может, так же понимать, как и я. Быть в таком же возрасте, как и я, например. Иметь такую же культуру, образование, как и я. А вот, что касается тех, кто выше, вот тут у меня сложности возникают. Есть ли такое понятие? И насколько они вообще выше? Вот почему мы не можем сегодня воплотить знания тех людей, которые выше нас? Потому что, может быть, недостаточно признаем их положение. Или осознаем, я бы сказал, это положение. Потому что в современной культуре, говорит, никто не выше, не ниже. Мы все, как бы, равны. Каждый по-своему хорош. Почему вы делите людей на ниже, выше, равных? А мы, наверное, мы все, как бы, должны быть едины, равны. Культура стремится к какому-то единству. Но древние говорят, да, это верно, единство есть. Но оно должно быть в разнообразии. Единство этой трех категории только в любви, возможно. Любить младших, значит, заботиться о них. Любить равны, значит, дружить с ними. И любить старше, значит, слушать их. А теперь давайте возьмем слово «не любить» или «завидовать». Это одно и то же. Если мы не любим младших, мы эксплуатируем их. А что такое животное? Ну, низшее состояние. Зарезать, здесь есть, чего-то. Нормально. Например, такой пример. Также можно эксплуатировать людей, которые не очень развиты в знании. Или не очень цивилизованная история. Полна таких примеров. Зависти, нелюбви к тому, кто ниже. И если я не люблю так же равных, то я вступаю в конкуренцию. Я не дружу с ними, нет. У нас есть сложные отношения, острые отношения. Тут уж кто кого. Уж кому повезет. Тут борьба не на жизнь, а на смерть. Я выживаю в этом окружении. И если не люблю старших, я не хочу их слушать. А кто сказал, что не старших вообще? А почему ссылайтесь на их авторитеты? А я так не считаю. То есть это очень яркая картина современного мира, что люди, они не имеют авторитета в жизни. Нет. Единственный авторитет я сам. Мой ум. Моё восприятие. Моё понимание. Но древние веды говорят, это понимание и мнение зависит от влияния гум природы на человека. Собственно говоря, это и не ваше мнение. Строго говоря. Оно изменится скоро. Если изменится влияние гум, изменится и представление мнения, ощущения. Всё изменится внутри. Переоценка происходит ценностей. Как мы были детьми, мы понимали мир таким образом. Потом стали юношами, девушками. Стали видеть всё вдруг. Мнение менялось. А потом мы взрослеем, получаем профессию, входим в этот мир. Там нужно делать карьеру, там нужно делать деньги. Обустраиваться. Другое представление о жизни совсем. И нас ещё ожидает много перемен. Потому что эти гуны внутри нас вращаются постоянно. Они динамичны. Они стоят на месте. Поэтому не доверяйте своему мнению сейчас. На сто процентов. Конечно, нужно доверять. Мы же живём как? Если мы себе доверять не будем. В всяком случае, мы должны доверять каким-то простым вещам, в которых мы живём, ориентируемся, действуем. Но мы должны знать, что любые представления жизни меняются, пока не постигнем ценности, неизыблемые. Вот о чём речь идёт. Есть в человеке неизыблемые ценности, которые не меняются никогда, ни в прошлом, ни в настоящее, ни в будущем не изменятся, ни в детстве, ни в старости, ни в юности. Ни даже в момент смерти эти ценности не меняются. Это вечные ценности. Поэтому, чтобы обрести счастье, вот такого характера, нужны большие знания. Нельзя просто жить в неведении вот этих вот волн, перемен. Что будет завтра? Я не знаю, что было вчера, уже забыто. Наша история. Разные мнения. Сколько людей, столько историков, столько мнений. Потому что мы уже не родились в то время, в прошлом. Накладывается наше современное сознание, гуны, нас, события прошлого. И мы не понимаем, не все понимаем, что происходит. Мы мыслим по-другому сегодня. Мы чувствуем по-другому. Нам нашлось, что более и более отчуждаются друг от друга. А в прошлом люди были ближе, общались по-другому. Поэтому очень трудно понять. Я вот помню своего отца, ушедшего из жизни уже много лет назад. Он любил Сталина, потому что вырос в ту эпоху Сталина. Сталина. Все любили, весь народ в то время. Потом нам сказали в школе, это некий был культ личности, конечно же. Перегиб в эту сторону. Но в то время, когда был жив Сталин, люди верили в него как у Бога. И мой отец на груди сделал наколку. Сталин. И, конечно же, я этого уже не понимал. Я видел все это. И я этого никогда не понимал. Что я никогда не жил в той эпоху и не чувствовал то, что чувствовал мой отец. То же самое, если я прожил в свое время, мои дети не все смогут понять. Я даже не все смогу им объяснить, что это было за время, почему мы так поступали, почему именно так было в 90-х годах. Почему у нас в то-то страшное время было? Почему люди так все странно вели? После, казалось бы, такой вот возвышенной идеологии, что все мы братья, все равны и так далее. А что же такое случилось, что там все так переживало жестоко? И кого-то можно обвинить. Да, я помню, как обвиняли коммунистическую партию. Я помню, помню, прямо по телевидению. Эти уже побитые коммунисты, партийные, работники говорили, а почему вы нас виниете? Время было такое. Кто же знал, что так получится? Кто же знал? Мы же хотели как лучше. Почему вы нас обвиняете? Все ошибались. Это время было такое. Я вспоминаю свою бабушку, когда эту фразу слышу, кто же знал? Она всегда так говорила, а кто же знал? Бабушка, неграмотная. Если что-то происходило, не очень хорошая, а кто же знал, кто же знал? Мы же не хотели этого. И даже лидеры общества говорят то же самое, когда перемена вдруг резко происходят. А кто же знал? Так вот давайте знать, как вращаются гуны, чтобы увидеть немножко будущее. И прошлое настоящее. Гуны — это материальная энергия, окружающая нас. Ее качество. Не путайтесь в этом разнообразии. Это однообразие. Разнообразие. Это повторение одного и того же. Ну, например. Например, есть краски. Желтый, красный, синий. Вы их смешиваете просто. Вот и все. И кажется, что так много-много оттенков. Но это сочетание всего трех цветов. Все очень просто. В этом смысле. Если мы разберемся в качествах. И время вращает эти качества. И таким образом мы видим некое разнообразие и смешение. Ведь мы состоим с вами из одинаковых гунн природы. Все. Но сочетание у всех индивидуальное. Настройка разная. Я имею в виду, что если мы настроимся внимательно друг на друга, в близких отношениях, мы сможем понять друг друга. Даже находясь в разных гунах в настоящем ином природе. Вопрос настройки внимания. Поэтому говорится, будь внимательным близкому человеку. Люби его как себя самого. Только так ты сможешь понять. у детского человека. И только так ты сможешь строить взаимоотношения и быть счастливым. Если ты не понимаешь, ты не можешь быть счастливым. Ты можешь даже ненавидеть человека. Ненавидеть, значит, не понимаешь. Не все понимаешь. Потому что мудрые люди никого не ненавидят. Они понимают. Соседка наша жива ниже этажа. В Алматы. Спала на кухне. А моя жена очень рано просыпается, идет на кухню. И там что-то у нее иногда падает, гремит, знаете. Ну, как обычно, на кухне. Раннее время очень. А соседка спит на кухне, потому что сын ее, семье живет в комнате. И ей негде больше. Однажды она раздраженная, позвонила, постучала на дверь и стала ругать мою жену. Как-как-как. Я говорю, ну, ты приготовь когда обед, отнеси ее в ущелье какое-нибудь. Она так и сделала. Пришла, носила ущелье. Полтора часа ее не было. О чем-то не говорили. Разговорились, помирились, подружились с соседкой. С тех пор, сколько бы она не роняла кастрюли, соседка не беспокоится. А, я ее знаю. За это, да, нормально, пусть. Пусть спалит кастрюль. Хорошо. А вот этого я человека не знаю, понимаете. А он меня забрызгал, когда он здесь переехал. Я ему хочу голову отрывать. А этого человека я знаю, а он забрызгал. Ну, нормально, я же его знаю. То есть вопрос счастья, вопрос связан с знанием. Знанием личности. Если мы видим какую-то личность отвратительную в данный момент времени, возможно, просто человеку плохо. Сейчас, современные психологи тут звучат, как сменить парадигму называется, знаете. Вы думаете так. Он плохо сведет. Факт. Но когда вы понимаете мотив, почему он такой, вы чувствуете сострадание. Вы не злитесь на человека. Вы не ненавидите его. Вы понимаете его. Конечно, это такие легкие примеры. Вы скажете, да, на легких примерах вы строите все свою лекцию. А вот как понять близкого человека? Я не могу своего ребенка понять, своего дочь понять, своего сына понять, своего мужа понять, своего жену понять, маму свою не могу понять. В близких отношениях еще сложнее получается. Видите? Вот тут вопрос идет стандартов жизни. Например, если я скажу, я пойду в Беларусь отсюда, и в Беларуси расскажу. Был вот такой зал у нас в Риге. Метров, ну, я думаю, тридцать. Ну, тридцать. Почти квадрата. Без цен. И меня поймут. Стандарт, потому что метр. Куда бы я ни поехал, стандарт, метр меня поймут, о чем я говорю. А если у меня свой личный стандарт измерений? Я говорю, в Риге был зал, восемь с бабло, на восемь с бабло. Ну, у меня такой стандарт, понимаете? Вот у вас метр, у меня бабло. Скажут, а что это такое? Ну, я не знаю, вот бабло и все. Но никто не поймет меня, понимаете? Хорошо, у вас есть свое мнение, свои стандарты жизни, но вас никто не поймет уже. Поэтому, какие стандарты определить? Из гун, что выбрать? Камертонов. Из этих трех гун. Лагость, страсть или невежество? На что мы ориентируемся? Если мы ориентируемся на разные гуны, мы не будем понимать друг друга. Если я отстаиваю невежество, вы отстаиваете страсть, и вы отстаиваете добродетель, ра, лебедь и щука. Ничего не получится. Поэтому, когда у людей единые стандарты чистоты, вот тогда это называется культура. Взаимопонимание и гармония. А вы понимаете всех, и вас понимают тоже всех. Можете не бояться, излагать все, что вы чувствуете. Вас поймут. Вас не смеют, вас не предадут. Не обнатерят. Потому что, когда не понимают, злятся люди. Нет. Если мы имеем единые стандарты чистоты, высокие стандарты чистоты, вот тут и возникает начало счастья. Это только начало счастья. То есть, в общем-то, все будет по-другому. Как один знакомый человек поехал в Турцию. Насколько я помню, было Турция, в Сульманский регион. Месяц со своей сестрой, там у них знакомые, отдохнуть, там пообщаться, но они приехали из Европы. Или Франции, или Лондон. И что же, заметил этот мой друг, глядя, идя по улицам города, он говорил, что люди какие-то приветливые и улыбчивые. Откликаются на улыбку и приветливые. Добрые, что ли. То есть, бросаются в глаза это. Он приехал с другой культуры и говорит, что здесь, почему они такие? Он спросил у хозяина квартиры, а почему у вас такие люди счастливые, что ли? Он говорит, да, но я не чувствую так. Нормальные люди, как люди. Улыбаются? Ну, улыбаются, но ничто. Ну, ты знаешь, как-то вот здесь у вас атмосфера более приятная, что ли. Да, мне кажется, не очень. Я бы хотел, что вот мои дети учились, скажем, в Лондоне. Я бы хотел, чтобы они там образование получили, чтобы в той культуре выросли. В Лондоне, спросил мой, мой знакомый. А ты знаешь, вот скажи мне, что у тебя в жизни самое важное, что ты опираешься? Он говорит, ну, Бог, конечно. У них такое государство. Конечно, Бог. А ты знаешь, чему будут учить твоего ребенка в Европе, в школе? Что человек произошел от обезьяны. Он говорит, а ты что, не, не шутили. Нет. Он не знал об этом. Он говорит, нет, ты меня разыгрываешь. Я тебя не разыгрываю, тебе говорю серьезно. Это теория Дарвина. Ты не знаешь об этом? Так вот, эта теория, она принята мировым обществом образования, что человек зашел, а ты без ее. Да не надо шутить со мной. Но не могут говорить такое учителя в школах. Он позвал свою сестру, пожалуйста, подтвердить, что я говорю. Что в школах, во всех западных школах обучают детей, что человек произошел от обезьяны. И он так и не поверил. Он смело сказать, этого не может быть, никто не может сказать такую вещь. В школах тем более. Разные стандарты. Давайте разберемся, в каком стандарте сейчас находимся с вами. И почему мы ищем счастье. Ведь его искать не надо. Я сейчас обернусь на очень древнюю мудрость, где говорится, что человек, который ищет счастье, никогда его не найдет. Зря обусть турина поджатит. Вот который отрекается от своего счастья, он ближе к этому. Тут иллюзорность. Тут есть и люди. Тут есть ловушка. Есть отман. Потому что если я ищу счастье, я эгоист. По определению эгоист не может быть счастливым. Ему все мало. Он невнимательен к другим. Он не может воспользоваться никакой ситуацией на благо. Потому что всегда не удовлетворен, не счастлив. Я эгоист, понимаете? Что я имею? Вон люди живут, как смотрите. А я не все имею, что люди имеют. Он всегда думает, он ищет, лучше, лучше, он завидует, он смотрит, капает в таком монастырении, может вообще быть счастливым. И когда он станет счастливым? Сколько ему не дайте, говорится, он не будет довольны. Ведь это старуха у Синего моря, она не была довольна, понимаете? Даже когда получила дворец царский, и положение получила ту же царицу, не была довольна. Потому что это путь эгоизма. Человек ищет счастье для себя, он никогда не кричит. Нет. И если только он отрекается от себя, это начало пути. Но отречение вызывает страх у современного человека. Что? Не для себя, а для кого? А вы меня не обманываете? Нет, я не могу в это поверить, что вы говорите. Если я буду жить для других, я буду счастливым? Так у меня же ничего не будет, меня же будут эксплуатировать. Нет, 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 такое не может быть, это не научно, что вы говорите. И в той же время мы слышим, как говорится, рука дающего не оскудевает. Вот бы интересно так, если было на самом деле. Я что-то даю, ко мне больше приходит. Я еще больше, мне еще больше приходит. Вот как-то я не замечаю, знаете, вот я иду в магазин, достаю купюру, покупаю что-то, у меня больше не... Уменьшается у меня все, понимаете? Я не понимаю, как это все работает, каким образом, о чем вы говорите? Ну вот, посмотрите, если я, возвращаюсь с работы домой, скажем, мужчина, я могу позвонить по телефону и сказать, кто там, дочь заворует трубку, очень хорошо, дорогая, вот я сейчас перееду, через полчаса, приготовь мне ужин. И все, я уверен, ужин сейчас будет готов, через полчаса. достаточно одного обращения. Потому что есть взаимоотношения. Я не могу обратиться к кому-то на улицу к любому человеку и сказать, так, через полчаса. Кто-то здесь сидящих, не важно кто, ужин приготовьте мне, я скоро вернусь домой. Скажите, это человек сумасшедший, ненормальный. Что-то о себе такое думает, он сказать, потому что нет отношений. Это говорят, что когда есть отношения, достаточно обращения. Когда нет таких отношений, вы должны заработать то, что просите. Помогите, у меня нет денег, и у меня семья. Ну, хорошо. Хорошо, вот объем работы. Каждый день выгодишь в это время. Вот такой объем работы выполняешь ежедневно. В конце месяца такая зарплата. Ты должен меня уважать и слушать, что я говорю. И получишь то, что хочешь. Хорошо, Господи, я буду слушать вам. Только платите мне. Это второй способ исполнения желаний. Нам известный. И третий способ исполнения желаний демоничный. Никто мне не нужен. Я пользуюсь машинами. У меня даже секс-машина есть. Потому что живое существо раздражает меня своим эгоизмом. У него свои желания, свои взгляды, свой характер. Я не могу этого терпеть. Я хочу, чтобы мне просто подчинялись, удовлетворили мои чувства. Мне нужна машина. Я завожу программу, какую хочу туда. И она будет делать то, что я хочу. Это янтра. Мантра, тантра, янтра. Три способа. Мантра, обращение, тантра, служение, янтра, эксплуатация. Причем янтра может быть и живым существом, человеком, рабом. Это три способа. Различно. Поэтому мы говорим, если нет отношений, счастье в принципе не существует в этом мире. Мы интуитивно чувствуем, что должно быть счастье. Должен быть человек хотя бы один в мире, который поймет меня. И я тоже, возможно, кого-то так же полюблю. Но так трудно найти такого человека. Везде тантра, куда я не иду, за все нужно платить. Даже муж и жена считают, кто сколько кому должен. Тантра, тантра, а где же отношения? Почему нет таких глубоких, любовных, доверительных отношений? А потому что нет авторитетов. Мы не доверяем никому. Мы доверяем только тому, кто мне платит деньги. И я иду вовремя на работу и бегу туда. И даже не важно, какой это человек, он дает мне деньги, он платит мне. Ну скажите, ну где счастье вообще? Куда мы его потеряли? Каждый из нас здесь сидящих может быть полностью счастливым человеком. В той же ситуации, в которой мы находимся. Если и знания, и отношения. Но ведь мы же, честно говоря, положа руку на сердце, мы же сами отказываемся от таких отношений. Сейчас объясню, почему. Потому что чистые отношения, они открытые. Там нет двойственности. Вы становитесь очень простым, открытым. Что думаете, то и говорите. Вы так открыто живете, потому что там чисто, там нет греха. Но когда появляется скрытность, вы уже не можете открывать сердце, потому что там есть нечистота какая-то. Я не хочу этого открывать, я хочу это скрыть. Есть фактор скрытности. Как говорится, что веды говорят, что мужчина, муж, он может уходить из дома, когда пожилает и куда хочет. И возвращаться, когда нужно. Он свободен. Это право дается любому мужчине. Но какому мужчине? Чистому мужчине. И ответственному мужчине. Опять же, видите, чистота. Если мужчина чист, никто не привыкнет его. Где ты был? Где ты шлялся? Кто-то кого-нибудь скажет. Если он ответственный, чистый человек, тогда предписание ему дается свобода. Полное решать, где, куда он идет, чем он занимается, потому что он ответственный и чистый человек. В сад, вагоне. Свобода возможна такая. Но если он в страсти, нужно быть уже осторожным, контролировать нужно его. Страсть может увезти человека с пути. Он может свернуть налево и направо. На запах, на форму отреагировать можно. Меня мать посылала, когда я так учился в школе, в магазин. С замукой, хлебом или рисом. А я частенько покупал конфеты на эти деньги. Вот вам пример. Эти гун. Дети вот еще в таких гунах, они не контролируют чувства, они не могут быть ответственными, не могут еще быть до конца чистыми. Дети, конечно, чистые, с одной точки. Но они в невежестве чистые. Они много глупостей делают. Невинно, так сказать. Если мы так же вырастаем уже взрослыми, и так же невинно твоим глупостей, это уже порог. Это проблема. В итоге, мы не можем доверять друг другу, что у каждого есть, в каждом шкафу есть скелет, еще есть такая пословица английская. В каждом шкафу есть то, чему мы не доверяем. Есть эгоизм. А тут речь идет о другом. О Богном предании, если в семье, об обществе, о культуре, развивается предание, доверие и любовь. Семья на этом строится. Общество на этом строится. Когда-то строилось. Сейчас строится на тантре, и янтре. Отношения слабеют. Я не уверен, что здесь сидящие в зале хорошо знают друг друга. И что после этой лекции кто-то заинтересуется друг другом. Может быть, нет совсем. Мы привыкли к этому. Мы зрители сейчас здесь. Это обозначение. А может быть, здесь много счастья вы найдете? Опасно искать счастье, когда вы уже замужняя женщина или женатый человек. А я не про это говорю. Не про такое счастье. Это другая гуна. Мы же говорим чистота. Доверие и любовь в чистоте. Стандарты чистоты. И тогда мы понимаем, о каком счастье речь идет. Мы говорим о любви. А кто-то думает, а любовь это мужчина и женщина. Понимаю. Нет. Мы не об этом говорим. Совсем не об этом говорим. Мы не говорим о мужчине и женщине. Причем здесь мужчина и женщина и любовь. Скажите. Любовь не отсюда исходит. Мужчина и женщина это притяжение гунн. Страсти. А счастье оно исходит из души. Потому что вы не мужчина и не женщина. Если вы думаете, что вы мужчина и женщина будете страдать всю жизнь как мужчина и как женщина. Стра будете говорить. Как вы себя со мной ведете? Я мужчина. Что вы себе позволяете? Я все-таки женщина. Но вы будете слабыми. У вас будет ложная гордость. Мужская и женская. Брак создается для того, чтобы обрести чистоту и любовь духовную. Брак освящается. Это не спаривание двух полов. Спаривание может быть. Но при этом в этом случае долго жить вы не сможете в семье, если просто для спаривания создаются отношения. Если нет духовной энергии, интересно, мы потеряем к таким отношениям. Очень быстро. в том-то и дело, что брак мужчина и женщина подразумевает, что мы одухотворяем свои отношения, возвышаем его выше до божественного уровня, до великих целей, чтобы создать династии, чтобы создать преемственность ученическую, чтобы стать учителями, примером на многие поколения должны выложить что-то туда очень ценное и более высокое, чем просто спаривание. Или количество денег, которое мы на счету оставляем своим потомкам. Когда-то были такие династии, опять же, в прошлом. То есть, что я имею в виду? Были отношения. Были отношения. Интересный момент, естественно, что юноша и девушка не чувствуют притяжение двух баллов. Это автомат работает, янтра, не душа. Душа просто подчиняется этому движению машины. Этим запахом, этим формам притягивается, как магнит железа. Это автомат работает. Они притягиваются друг к другу, совершенно верно. Так все начинается. Но потом мы должны обрести знания. Перед тем, как вступить в брак, мы должны обрести знания о себе и вообще о человеке. Кто такой человек? зачем мы это делаем? Если сейчас вы спросите человека, зачем ты куришь? Он не скажет ничего об этом толкового, разумного. Зачем ты пьешь спиртное или ешь мясо? Он тоже это не объяснит толком. Отметьте это, не объяснит толком. Он не ответит на этот вопрос основательно. Он просто скажет в итоге, ну, мне нравится. Или все так делают. Что-то в этом духе. То есть это делать неосмысленно. По привычке. Потому что так все делают. Мы рождаемся с вами. Мы даже не знаем собственного имени, когда рождаемся. Мы в полном невеже рождаемся. Все, что нам старшие скажут, мы принимаем за истину. Вот и все. Мы не знаем. А старшие откуда узнали? Им сказали те старшие. А те откуда узнали? Те сказали. А старики говорили, что должен учиться, вырасти, потом идти на работу, жениться, воспитывать идеи, потом ты умрешь. А потом, когда твой ребенок родится, ему скажут то же самое. Будешь учиться, потом пойдешь на работу, будешь семью содержать, потом умрешь, детям все ты оставишь. И они тоже умрут, детям оставят. Вот так мы живем. Все. Выше этого я ничего не знаю. Я слышу, слышу, что говорят другие люди. Потому что я, меня раньше не было. Я доверяю. Ведь везде какое-то авторитет и принимаю. А какое авторитет и принимаю? Кто мне дает приятные вещи? Если одна женщина когда-то давно в Америке поняла революцию сексуальную, она говорила, занимайтесь сексом открыто, без стеснения и как можно больше. И люди приняли. Почему? Приятно. Единственной причиной была, что это приятно, революционно, сексуально, возбурдающе. Астрата жизни появляется. Вот, понимаете, как мы раньше об этом не думали. Зачем мы это все устеснялись? Вот, так сказать, легко. Разделся до гола и уже как будто ты живешь по-настоящему, понимаете? Уже глаза расширяются, дыхание очищается, все возбуждается. Рестораны, голые люди, там, концерты, голые люди, лекция идет, сзади все голые, супер вообще. Интерес! Правда, ничего не запомните из лекции, но суперощущение было на лекции. По улице голым пройдитесь тоже. Это вот такой стиль, такая гуна, такие стандарты. И сейчас мы видим такие противоположности, кто-то скажет, какой ужас вообще, зачем вы это делаете? А другие скажут, ну вы просто отстаете от жизни. Вы сами пробовали? Попробуйте. Давайте мы этот вкус вам привил. Знаете, можно любые вкусы привить, эти хорошие дурные. И вот тут нужны знания. Знания нужны, чтобы защититься от невежества. Невежество активно, невежество подобно яду. Оно имеет силу скрежняющую вежество, ослепляющую, усыпляющую, подавляющую. Это как болезнь. Если вы заболели наркоманией, очень трудно врываться оттуда. Болели алкоголизмом, непростая задача тоже. Надо работать с вашим умом, внушать что-то там, не знаю, заработать, это не так просто. Видите, как невежество опасно. Это сила, тоже сила, но знание тоже сила. не слабая сила. Вопрос количества знаний. Мы что-то знаем, но что мы знаем? Мы знаем перемешку хорошее и плохое, то и другое мы чувствуем в себе. Мы развили вкус тому и другому. Где-то можем посидеть культурно и прилично, а где-то можем позволить себе другие вещи. Мы знаем, где и когда. Что делать ночью, мы знаем, что делать утром, что делать днем, что делать в зале заседании, как разговаривать там, как разговаривать тут. У нас есть все. И звериная природа, и человеческая природа, и даже из доли божественных устремлений. И я, знаете, могу приспосабливаться. А, как все на тебе еще. Вот какая ситуация. В нас заложены все эти вкусы. А нужно что-то одно. На деле, это получается что-то одно. На что мы опираемся? Когда говорим возвышенные вещи или деловые вещи, на что мы опираемся? На эгоизм, видите? Оказывается, нет у нас знаний и нет культуры. Эти культуры, знания служат нашему эгоизму. Есть только эгоизм. Вот поэтому, говорим, не работает. Все знаем. А не воплощается в нашей жизни счастье. Если мы хотим счастья, нужно выбросить из головы и сердца все нечистоты. Выбросить. Просто забыть об этом нужно. Нужна такая решимость, нужна практика. Вот чтобы мужчине смотреть на женщину, практика не нужна. Не нужно тренироваться. Автоматически мужчина смотрит на женщину. Автоматически. И когда женщина чувствует, что на нее смотрит, автоматически она считает себя в центре внимания, она активизируется в ее поведении. Автомат. Она даже не знает, как это происходит сама. Начинает делать так и так, и ходить так, и ходить так. Это просто автоматически происходит. Мужчина смотрит на женщину и тоже начинает активизироваться, начинает шутить. С очень творческим, знаете, таким интересным вообще. Супер. Все говорят, вот когда я замуж выходила, такое было интересно, а сейчас лежит, как бревно на диване. Включится какую-то программу и вообще не хочет общаться. Вот так все начинается, видите, автоматически. Автомат работает, янтра работает. Я в этой ядре нахожусь и сам гибудуюсь, что со мной происходит. Я не ожидал от себя такого. Я сейчас стихами заговорю, там, или что-нибудь ляпну сейчас, что-нибудь такое, или глупость какую-то могу сделать. Это не впечатление. И потом так, женщина ходит так, мужчина действует так, они в конце концов замечают, заметят, приближаются к другу в итоге. То есть, поговорить надо ближе. А почему ближе? А там вступает в силу уже запах. Очень сильная вещь. Знаете об этом? Без духов очень сложно завести отношения хорошие. Когда к вам приближается, вот тут запах играет огромную роль. Или представьте, вы подходите к человеку, который вам так вот привлекает, нравится, а запах такой тлена. Вау! И все, сразу у вас автомат разворачивается. Все, сворачивает программу, давайте сразу. Вроде начала программа работать, и свернулась, все, все, извините. Я просто случайно, знаете, нет, нет, я вообще к вам не хотел даже обращаться. На все подходит, и божественный аромат у вас начинает эйфория в голове. Автоматически. Вы думаете, божество точно. все, можно что-то с этим делать, что-то надо делать. Вот только что вы были абсолютно свободны, а тут уже обременно что-то надо делать, смотрите. Это автомат, страсть так работает, это гуна включается. Созерцая объекты чувств, возникает непривязанность, говорится. Да, так и происходит, так все и происходит. Но когда привязанность развивается, подкрепляется, возникает сильное желание обладать, вожделение, куда пойти с тобой. В конце концов, куда же? Войдем на место, нужно. Обычно с какого-то праздника, знаете, приглашают друг друга на какой-то праздник, на людные места, показать себя, красиво одеться. Нет, нет, это для себя делается все, потому что потом вы с праздника уйдете. Почему? А чтобы показать, что на самом деле вы готовы пожертвовать эти праздники ради друг друга. И снастекает в голове мысль «это любовь». Даже праздником пожертвовать ради меня. Она готова бросить всю эту компанию, всю этот праздник ради меня. Это любовь. Вы уверены? Но так происходит автоматически. И вы верите, потому что вы принимаете свой ум за авторитет. Если старший в это время скажет «Стоп, куда ты идешь вообще? Ты знаешь этого человека? Ты знаешь ее? Не знаю, нет? Люблю просто. Дурак. Нет, это любовь. Я чувствую. Автоматически это происходит. Вот вы смеетесь, потому что переживали эти вещи. Все знают. Это автоматически каждый переживет. на любую дискотеку. Сейчас влюбиться, знаете, очень легко. Любить, разлюбиться можно каждую неделю влюбляться. И в конце концов в едином месте они, конечно же, касаются друг друга. Когда никого нет. Заметили ли? Всегда, когда никого нет, они начинают касаться друг друга. А потом включаются органы определенные. Автоматически. Это автомат. И когда вы чувствуете это наслаждение близостей, завершается программа. Ну, вы чувствуете, что пора расходиться потом. До нового возбуждения привлечения. Да. Интересное наблюдение докторов. Молодожены женятся, значит, первая брачная ночь. Иногда привозят, нередко привозят молодых людей, после первой брачной ночи в больницу с пролежнями. Пролежнями. Он всю ночь лежал на боку и стеснялся перевернуться на другой бок. От невесты, от своей малой жены, понимаете? Так он ее любит, так бережно относится, что лежал на боку и пролеженью и в больницу. Вот мне доктор рассказывает такие вот интересные истории. Ну, уже через медовый месяц он через нее перешагивает просто, знаете, и она через него. Они уже не замечают. Вот интересно, как все это работает, да? Вроде бы все по-настоящему, а потом все обыденно. Вот совсем так, вот с любым вещью так, заметьте, вот я хочу, я хочу, вот эти утюг, там там, пшшш, пшш, 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 за секунду он валит, понимаете? И вы, когда хотите, когда с этой вещью нет, вы думаете, если будет такой утюг, о, вообще все, все, по-другому все будет. Покупаете этот утюг, попшикали пару раз, все, и он вам не нужен больше. Вы уже не чувствуете этой стратегии. Такое впечатление, что любая вещь, которая ко мне приходит, касается меня, как бы портится. Такое чувство, понимаете? Вот любая вещь, хоть миллион долларов получаете, уже через какое-то время мало, уже не так, понимаете? Как бы портится этот. Пока их не было, вы чувствовали счастье, вот скоро будет, скоро будет, вот сейчас будет, раз, ну и что? Ничего. Так действует губная природа. Они вращаются. То есть возбуждение ума люди называют счастье. Это не счастье, это возбуждение ума. Нам же приятно слушать, если кто-то скажет, ты великий человек. И у меня такая, знаете, интоксикация в голову сразу падет. Злобу дыхания спел. Я чувствую некое счастье, понимаете? Это возбуждение ума называется, это не счастье. А если сказать, ты тупой, я отрезвляюсь и при этом не счастлив. Отрезвый, не счастлив, пьяный, не счастлив. Что это такое? Так же, люди принимают интоксикацию. Почему? Да, возбуждение ума идет. Почему? Они когда смотрят на противоположный пол, тоже чувствуют вот это счастье. А что это за счастье? Возбуждение ума означает, что вы не замечаете неудобств, которые вы постоянно ощущаете. И сидя в кресле, или идя по дороге, или чувствуя какие-то запахи, или что-то в теле происходит, какие-то прокалывания, или простуды. Всегда есть какой-то фон. Но удовлетворительный. Мы сейчас сидим с вами уже 40 минут, наверное, здесь. Я знаю, что мне очень неудобно 40 минут сидеть на одном месте. Но пока мы слушаем, мы не замечаем этого. А если бы мы сказали посидеть 40 минут тихо вот так вот, что с ума сошли? За что деньги платили вообще? Это пытка. Я плачу деньги, если бы посидеть 40 минут, вот так вот тихо. Нет, ну потому что ум как-то у меня был занят, понимаете, иначе я чувствую страдания. Фон страданий постоянный, но когда ум возбужден, я их не замечаю просто. В лифтах люди стали жаловаться, когда лифты эти вот появились, высотные. Нажимаешь там высокие здания, и 5 минут нужно ехать. Ужас, сколько это вообще. Они стали жаловно книгу писать. Не надо ли поскорее вообще как-то вот устроить все это? Поскорее не могли, но сделали, долетворили и зеркала повесили. Все. И 5 минут даже мало, понимаете. Там за 5 минут, что успеешь делать вообще? При таких обстоятельствах мало времени. При других пытка. Это состояние ума. И когда он возбуждается? В гуне страсти возбуждается. Когда я вижу чей-то успех или желаю как что-то получить, это все возбуждение, активация. И тогда я как бы не замечаю каких-то неудобств. А вот когда я устаю от всего этого, я вдруг чувствую, как тяжело. И с годами тоже. Больше и больше страсти она будет сгорать у нас. Это в молодости она проявлена. Очень сильно страсти. Мы чувствуем как раз счастье больше в молодости. Это причинение, что возбуждение ума постоянно. То хочется, то хочется. Туда пойдем. Энергия в теле. Адреналин. Желание опасности. Проехать. Потому что скорость в машине это все в молодости. Люди хотят это делать. Рисковать чем-то. Показать себя. Это все возбуждение ума. И кажется, жизнь интересна. Но страсть кончается. Выжигается. И уже давление артериальное не позволяет нагадать на машине. И с женщинами тоже общаться. Вот так вот тоже. Сердце. Это возбуждение. Старьков привозили на дискотеку. Где-то говорит. Он бежит оттуда. Давление срок подпрыгивает. Молодежь, но готова к этому. Да, страсть, сила. Энергия. Хорошо. Это пройдет. Это проходит. С возрастом. Или буквально через несколько дней страсть проходит. Когда вы обладаете объектом страсти, достаточно недолгое время, чтобы вы к нему остыли. И что в результате? Невежество. Неудовлетворенность. Сытое неудовлетворение называется невежество. Вот что остается после страсти. Какой побочный эффект. Остаточное явление. Напился, возбудился утром. Ни живой, ни мертвый. Скорее, мертв, чем жив. Невежество. Результат этого невежества. Вот мы взлетаем в мыслях. Читаем книги какие-то интересы. На самолетах взлетаем. На космических кораблях взлетаем. Нравится взлетать? Нравится. Повыше. Посмотреть. Увидеть. Водхановиться. Хорошо? А потом снова опускаемся туда же. Земное притяжение. На круги своя. Суета, сует. Все. Так Соломон сказал. Все на круги свои. Все. Суета, сует. Куда мы не поделись вверх. Мы снова спустимся туда. На работу. К своей квартире. К своей жене. К своим проблемам. Денежным. А вроде летаем в космос. И видим, как там все по-другому. Одна планета. Одна земля. Там все по-другому. А спускаемся. Опять все. На круги свои. Не в конякорм что ли. Там одно. Тут другое. Земное притяжение. И ум о чем бы ни думал. Тоже притягивается земным. Снова, снова и снова. Как же быть? Мудрицы прошлого говорят. Если вы даже. Великий ученый. Ваш ум спустится на круги. Своя. Вот я послушал одного мудреца. В записи. Очень хорошо прочитаны его. Афоризмы. Кто-то это сделал с любовью. Качественно. Потому что красиво. С музыкой. Красота. Что там. Какие изречения потрясающие. Я заинтересовался. А кто это? Это современник оказался. Практически современник. Говорю. А где он сейчас? Что за человек? Что он делает? Сейчас он спился. Говорят мне. Он раньше был таким. Но я бы думал. Как же так? Какая разница? Какая дикая разница? Этот человек такие вещи говорил. И спился. А как так получилось? Земное притяжение. Если даже вы очень умный человек. Земное притяжение действует. На ум. На эти объекты. На тот образ жизни. На эти стандарты общепринятые. Не приходится их принимать? Что же делать? Вот если говорят. Для ума нужна мантра. Чтобы он не спускался вниз. Звук держит наше сознание. Заметьте это. Где бы мы ни были. Именно звук будет регулирован. Где вы будете находиться сейчас? Это физическое определение. Мы находимся в этом зале. Но ум находится сейчас не здесь. Это вопрос уже измерений. Я приду некоторые примеры измерений сознания. Сначала простые. Бодрствование. Солнце с нововведениями. И глубокий сон. Три измерения сознания. Это не измерения физические. Нет. Не путайте. Это измерения сознания. Мы бодрствуем. И видим, что это реально. И когда видим сны во сне. Тоже реально. И какую-то часть времени. Ночью. Мы не помним ничего. Были без памятствия. Вопрос. Какое из этих трех состояний ближе всего к реальности? А какое дальше всего от реальности? Нудрецы говорят. Самое близкое к реальности состояние. Солн без сновидений. Глубокое и сознательное состояние. Дальше от реальности сон со сновидениями. И самое дальше от реальности. Это бодрствование. Все наоборот. Почему? Погодите. Меня запутываете. Реальность. Простите. Реальность. Это моя работа. Это моя семья. Это повседневная моя жизнь. Я просыпаюсь в реальности и засыпаю в этой реальности. И снова за счет в эту реальность. А сны меняются постоянно. Почему же нереальнее? И почему же, когда я ничего не помню, где там вообще реальность какая-то? Беспамятство. Представьте себе монитор. Экран. На этом экране можно воспринимать документальные образы вашего бодрствования. Хорошо. Хороший пример. Да, можно увидеть реальность. Можно фэнтези показать. Как бы сновидение. Тоже можно. А можно отключить. Какое из этих трех состояний ближе всего к реальности? Монитора. Монитора обманывает вас, когда показывают различные образы. Или все к реальности в отключенном состоянии? Совершенно верно. Но еще не реальность. И именно потому, что там нет этих образов, вводящих в заблуждение, сушубьте глубокий сон, и является более высокой реальностью. И обратите внимание, это факт. Это не философская схоластика, софистика. Это факт. Силу восстанавливаете именно в этом состоянии. К вам приходит сила, обновление, именно в глубоком сне. В бодрствовании мы теряем энергию, наслаждаемся мы или работаем. Расход энергии идет. Во сне, со сновидениями тоже идет расход энергии. Там тоже есть эмоциональные переживания. И даже есть сексуальные чувства. Ум отдыхает. Как? Если мы говорим о уме. Он отдыхает так. У него в пар просто гуляем бесцельно. Это отдых ума, как бы сон. Но даже это утомляет нас. Поэтому, чтобы тело, в основном, его подключить к другому измерению, оторвать как бы от нашей заботы. Наша забота, это значит, расход энергии. Мы тратим эти деньги. А теперь, куда мы будем подзаряжать? Мы же не знаем. И тут мы засыпаем. Глубокий сон. Функция разума отключает память. И вот тут мы восстанавливаемся. Мы ничего не помним. Утром просыпаемся. Как я отдохнул? Готов идти на работу. Энергия. Но как ее получаю? Я не знаю. Для меня это полное невежество. Бесплавенство. Так вот, мы должны научиться бодрствовать. Говорится. А не спать. Все эти три состояния равны сновидением. Говорится. Если мы не осознаем их. Здоровье, жизненная сила исходят из четвертого измерения, к которому мы подключаемся в глубоком сне. Это внутренние жизненные силы. Без которой счастье и обмена энергии невозможны. И оттуда же, из этого четвертого измерения, спускаются к нам законы, по которым можно здесь жить. Да, спускаются. Что мы их там не знаем, не видим, не воспринимаем. У нас опыта нет такого. Поэтому есть веды. Или священные писания. Да, погодите. Да я вроде знаю все это. Но они настаивают. Нет. Это нужно любить. Это не должно обманывать. Это не должно убивать. Как бы знаю это все. Зачем же напоминаю это? А я не делаю этого. Это сон. Это не знание. Это иллюзия. Я думаю, что я знаю. Но мудрецы говорят, ты знаешь тогда, когда делаешь это. Если ты просто услышал, записал, усвоил. Ты можешь быть ходячим кладбищем знания. Носить в себе огромное количество информации. Безполезное абсолютно. И ты просто будешь гнить с этим знанием. Это кладбище знания. Но если ты хотя бы что-то используешь из этого. Ты можешь изменить всю свою жизнь. Применить знания. Применить знания требуется шахте. Как вы понимаете, нужна такая решимость. Такая воля нужна, чтобы простые вещи. Применить в своей жизни. Например, прощать. О-о-о-о-о. Хорошо сказано. Как сделать? Вы имеете в виду всех прощать? Или только кого-то? Я могу всех простить, кого не знаю. Всех прощаю. Но вот кого знаю, не всех могу простить, понимаете? Тут у меня проблемы. Это еще и возможно простить? Да. Для этого нужно узнать, получить большие знания. О человеке, о душе. Собака, дерево, птица. Это все живые существа. Просто мы не знаем об этом. Мы называем кого-то собакой. Кого-то деревом. Кого-то человеком. Кого-то придурком называем. Оно так и есть. С угольной страсти это так и оценивается. Именно так. Это тоже культура. Мы должны видеть, как стать культурным. Но если мы видим только недостатки, этого недостаточно. Нужно еще увидеть, каким должен стать человек. А в этом мы не знаем. Тогда кто имеет право говорить о недостатках? Только врач имеет право ставить диагноз, который лечит вас. Вы же не идите к тому человеку, который делает диагноз, но вас лечить не собирается. Только диагноз делает. Вы и тут плохой, и тут плохой, и тут плохой. Тот-то что делает? Не знаешь, что делать? Сами думаете, что делать? Вы плохой, и все. И не нравитесь. Там болячка, тут болячка, тут опухоль. И идти отсюда вообще. Это факты, это то, что происходит в жизни, то, что мы наблюдаем сейчас. Все говорят о недостатках, все диагностируют. И диагнозы, собственно говоря, нормальные, как бы. Да? Много сейчас в мире странных вещей. Хорошо. Но где лекарства? И самое главное, то, что когда предлагаете лекарства, люди говорят, нет. Лучше буду болеть. Судох, но он останется при своем мнении. Он такой ослин, но упрямство, понимаете? Когда эмбрион развивается, он находится в состоянии сушупки глубокого сна. Беспамятство. В семь месяцев развития он переходит в состоянии сновидений. И начинает что-то слышать, что-то воспринимать, как будто сквозь сон за трубой матери. А затем, девять месяцев просыпается и выходит наружу. Откуда он пришел? Пришел. Из сушупки. В этот мир. А куда уйдет? Снова туда же, после смерти. Это не смерть. Это сушупки. Это то, что мы не знаем. Но это факты. Неизученные факты. Непознанные факты. Для того, чтобы познать, что там во тьме, нужен большой свет. Как солнце, знаете? Он светит все. Нужно большое знание. Фонарика недостаточно. Мы не изучили эти явления, потому что у нас недостаточно знаний научных и опыта человеческого. Тут не нужна какая-то большая, знаете, глобальная наука. Нужна чистота разума и духовный свет изнутри. Чтобы прояснить все эти темные моменты моей жизни, которых я боюсь страшно. Панически человек боится смерти, потому что там тема неизученная. Он не знает, что так его ждет. Он даже думает, что это конец вообще. Это против моей души. Конца не должно быть, понимаете? Не должно быть. Это против моей души. А мне говорят, нет смерти. Ты должен умереть. Но умереть не хочу. Такова моя природа. Я против. Да, это правильно. И теперь мне нужны знания. На самом деле, говорится, что смерти не существует для души. На джа-те-мри-а-те-вакадачи. Невозможно умертвить душу. Или дать ей рождение. Она постоянно. Она неизменна. Причем, это духа такова. И когда эта душа связана с телом, вот тогда она связана с переменами тела, которых она и боится. Это тьма. Это называется бодрствование. Вот она и иллюзия. Бодрствование нужно духом. Дух должен проснуться. Чтобы мы не находились в беспамятстве. А находились в просветлении. Вы замечаете, когда человек глубоко спит, абсолютно безмятежен, свободен. Расслабление, ровное дыхание, покой, глубокие дыхания. При этом он абсолютно ничего не сознает в невежестве. Если у нас о чем-то произойдет. И просветление очень похоже внешне. Такое же безмятежное состояние, но только вы не спите, не в невежестве. Вы бодрствуете. Но вы одновременно в глубоком покое находитесь. Заметьте, что бодрствование – это возбуждение ума. Мантра означает, что вы бодрствуете, но с этим звуком вы умиротворены. Глубже, так же, как в глубоком сне. Это показала лаборатория, как называлась, биополя. Изучали 1982 год. В Санкт-Петербурге была биологических полей. Лаборатория биологических, институт биологических полей был создан. Под руководством спиртинокадемиков. Потом ее куда-то там убрали, в другое место, мы не знаем. Секретная история. Но они исследовали различные мантры, влияние звука на сознание человека. Эта лаборатория занималась своими экспериментами. И в результате этих экспериментов была даже выпущена листовка. Это называлась мантра. В 1982 год. Я жил как раз в Петербурге. И мне когда-то эту листовку дали. Там брали людей для опытов разных. И одному человеку давали просто какой-то бракадабру, набор звука, в другом давали мантру. А они повторяли через месяц какое-то количество времени и их изучали. Какие там перемены. Собственно, кто-то повторял бракадабру, перемен особых не было. Можете попробовать сами. Возьмите бракадабру и говорите. Абракадабра, абракадабра, абракадабра. И через пять минут будете смеяться, как дурачок. Другое слово можете видеть. Стул, стол, стул, 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 стул. И уже через пять минут не понимаете, что вообще говорите. Торможение происходит. Торможение и все на этом заканчивается. И тупость некогда. Как если человек одно и то же повторяет, и он говорит, ну, глупые вещи говоришь. Мантра это тоже повторение звуков. Но при этом они увидели, что потребность дыхания сокращается на 20%. Состояние глубокого сна 8-12%. Представьте, это глубокий покой. 8-12% уменьшается потребность дыхания. Время мантры у вас на 20% снижается потребность дыхания. И вы бодрствуете. То есть вы спокойнее, чем в глубоком сне. И вот тут вы начинаете видеть то, что раньше не видели. И чувствовать то, что раньше не чувствовали. Когда вы слышите добродетель, любовь, это совершенно по-другому видите. Начинаете понимать законы кармы, причинно-следственные связи, поступков, их реакции. Начинаете понимать черты характера людей и их развития, и последствия в их судьбах. Потому что вы соприкасаетесь с реальностью. В глубоком-глубоком покое там реальность. Как сказал Будда, нет счастья равного покою. То есть мы достигаем покоя. Это первая ступень к счастью. Без этого покоя, без умиротворения, без этого очищения, мы не можем начать счастливую жизнь. Потому что мы как бы обманываем друг друга своей двойственностью. Человек может умиротвориться только чистым сердцем. И тот, кого сильно любит, и готов любить, за нас спокоен. Как дети. Они спокойно спят, потому что мама любит, и мама всегда рядом. Но он спит, пушкой не разбудишь. Потому что они уверены в этих отношениях. Дети доверяют нам на сто процентов. Представьте, такое доверие означает, какая ответственность за спитом ребенка. Нужно оправдать такое доверие. Он вам доверяет во всем. Он доверяет, он знает, что вы его сделаете счастливым. Вы ему все объясните и разъясните. Он все от вас получит. Да, мама, папа, все мне дадут. Абсолютно в этом уверен. Врожденная вера у ребенка. В тех, кто выше. А у нас такой веры уже нет. Тех, кто выше. Мы разочарованы, народ, тысячу раз. Мы уже сталкивались с обманом. Мы хотели делать добро, пока были детьми. Мы сказали, хватит. Быть добреньким. Жизнь другая. Мы сдались. Мы отказались. Ну, что делать? Такова жизнь вся. Все так живут. Это невежество. Это неспособность. Нужно стремиться к знанию, во что бы то ни стало. Это то стремление, которое именно называется цивилизованной жизнью. Пусть я не знаю, но я стремлюсь к знанию. Я уже цивилизованный человек. А живот, значит, не знает и знать не хочет. Нет, нельзя. Так нельзя. Хватит считать деньги. У кого сколько? В каких странах лучше? Где в луж? Где трава зеленее? Нужно стремиться к знанию. Счастье там. Не в других вещах. Не в деньгах. Мы уже понимаем это. Не в деньгах. Не в удобствах. Не в Европе. Не в Америке. Не в России. Не в Индии. Нигде. Не в счастье. В моей чистоте. В моих знаниях. В ваших знаниях. В этом свете сияющем. Дух. Самопознание, собственно говоря, это и есть путь к счастью. Сейчас его выделяют как йогу. Хорошо. Давайте поговорим немножко о йоге. Йога это не гимнастика. Нет, нет, нет. Нет. Йога это союз. У вас есть семья. Это должно стать йогой. Иначе не будете счастливы. Мы живем в обществе. Это должно стать йогой. Иначе не будем счастливы. Ветка счастлива. Когда соединена с деревом. Она пользуется энергией всего дерева. Это йога. Связь. Если отломлю ветку. Она высадит. Нет йоги. Семейные люди, дети. А почему не счастливы? Нет связи. Достаточно. Это йоги. Доверие, любовь. Это тоже йога. Высшее правильное йоги. Самое сильное. Это сильная, сильная любовь. Это самая сильная связь. Безусловная, полная. Как мы говорим, нужно тогда полное доверие. Нужна чистота. Очищение сердца. Преданность. И йога – это союз. Этот союз поддерживается тремя вещами. Успехом. Успех объединяет людей. Если ваша семья успешно, скажем, зарабатывает деньги, это укрепляет ваши отношения. Или успешно вы выполняете свои планы по быту, по хозяйству, по жизнеобеспечению, по здоровью. Вы успешны. И дети учатся в такой школе, как вы хотите. И дети, такие, какие вы хотите, семья становится крепче. Успех, верно? А если денег нет в семье, и дети не такие, как вы хотите, отношения страдают, слабеют. Успех. Удовлетворенность. Счастье должно быть. Должны быть удовлетворены этим союзом. Тогда будет связь. Если мы то удовлетворены, то не удовлетворены. Это зыбкое положение. Знаете, всякое может быть. Может быть и так, и так. Рискованное состояние. Ненадежное состояние. И вы это чувствуете. Поэтому, на всякий случай, можно воспользоваться разводом. Это как раз то состояние непрочности. То мы довольны, то недовольны. Когда мы недовольны, мы думаем, можно развестись. Когда довольны, можно жить дальше. Но скажите, как в такой удовольствии можно устроить глубокие отношения? Если то мы как чужие, то как снова можем высаживать людей. Удовлетворенность нужно быть постоянным. То есть, это называется любовь в браке. И постоянство, третья вещь, которая скрепляет этот союз йога. Это постоянство. Нужно быть верным. Это называется йога. Если нет этой верности, нет постоянства, нет удовлетворения постоянного, нет успеха, у нас проблемы. Не просто разлука, знаете, а опустошение, одиночество я чувствую. Находясь даже в семье, имея детей, имея деньги, чувствую себя одиноким, непонятым человеком, никому не нужным. Если муж то туда посмотрел, то сюда посмотрел. Что я чувствую, как женщина? Вы знаете, что чувствует женщина в этом случае. Разрыв, одиночество, опустошение, ненужность. Разрыв – это страдание. Йога – это счастье. Вы скажете, а можно найти такого партнера, с кем я мог вот жить, вот как вы говорите? Такую вот, видите, пару. Вторую половину. Нет, вы должны создать ее. Из любого человека это можно сделать. Один астролог мне сказал, совсем недавно, у него жена. И он сказал, у нас с моей женой, у нас астролог, совместимость 15-14%. Очень маленькая. А мы живем нормально. Как? Предание. Вот оно. Предание. Есть обстоятельства. 14%, 10%, квартира плохая, проценты уменьшаются. Денег мало, проценты уменьшаются. Муж иногда грубо разговаривает, проценты еще уменьшаются. Сколько процентов совместимости остается? Почти мало. На разводе мы так говорим, несовместимые. Слишком низкие проценты совместимости, проценты. Но забываем про то, предание души. Душе вы можете предаться, телу нет. Тело отвратительно, если за ним не ухаживать. А ухаживает за ним дух. Оно тогда привлекательно, когда дух поддерживает тело. Есть машина у человека. И он ее поддерживает. Пока сам здоров. Не так ли? Машина это дело. Но если он так любит свою машину дорогую, так ее поддерживает, что сам забывает поездить. Уже через неделю, даже меньше, у нее не будет сил протереть стекло в этой машине. Вот в чем наша проблема. Мы думаем, что вот я там сейчас покрашу, там что-то сделаю перед зеркалом. И вот это вот реальность. Нет. Нет. Не так. Это искусственность. Душа должна дать красоту этому телу. Тело некрасиво ни у кого. Оно материальное. Не помоете его неделю. Вторую. Подождите немножко, когда ему будет 50 лет. Вы увидите. Тело распадается. Если мы думаем только о теле, мы будем любить только молоденьких красавиц. Раскрашенных. Но если мы начинаем использовать дух, мы забываем о теле. Настолько прекрасно это составляющее. Это главная наша природа. Мы забываем, какое тело. Молодой или старой, седой, или с зубами, или без зубов. Да, это сила духа. И познанная наша природа. Наша красота внутренняя. Сейчас забытая. И если эта душа служит сверх душе, это реальность. Вот она, четвертое измерение. Наше внутреннее сознание. С чем связано? Вот мы не знаем. Там где-то беспамятство. Там пределы моих возможностей. Я не знаю. Мы должны что-то придумать. А там взаимоотношения души и Бога внутри. Вот это уже все настоящее. И брак настоящий. И работа настоящая. И здоровье настоящее. И красота настоящая. И богатство настоящее. И знания настоящие. Оттуда. Из глубины. И если там в глубине вы совершили это действие. Вы украсили это суть Бога в своем сердце. Ваше отражение автоматически будет украшено. Если вы украшаете себя перед зеркалом. Отражение автоматически украшается. Не нужно украшать зеркало. Так же, как не нужно украшать мертвеца. Это только для удовлетворения костей. Ему это уже не нужно. Если человек соприкоснулся внутренне с этой красотой служения Духа. Он обретает здесь все автоматически. Это автомат. Так же, как мы автоматически можем нравиться друг другу. Общаться между другом. Вступать в отношения. Так же автоматически можем получать все здесь. И пищу, и одежду, и все остальное автоматически прилагается к этому. Скажете, да, ну и сказки. Не сказки нет. Один человек написал фантастическую рассказ. Я читал его как-то тут давно еще. Планета Пир. Известный фантаст, Лем, насколько я помню. Сюжет такой, что есть такая планета Пир. Два же притяжения. И люди осваивают ее, эту планету. Там есть какие-то живые существа, живущие в лесах. Звери там, птицы и все остальное. Эти люди осваивают эту планету. Они стали суперменами. Они стали гигантами. В этих два же они стали очень сильными суперменами. И более того, им нужно было подчинить эту природу необузданную. И деревья, и птицы, и животные. Они все были опасны для человека. Смертельно. Любая тварь бросалась на них. Города были гружены стенами, колбаками. Малейший выход и прочее. У них были прикреплены пистолеты. Которые работали на биотоках. Достаточно было выставить руку и пистолету в руки. Кто-то выстрел. Мгновенно нужно было реагировать. Они были суперменами, понимаете. И описывается, какая там была страшная жизнь на выживание. В максимальной степени. И туда приезжает журналист с земли. Который движение не выдерживает вообще. Верий дышит. Ему трудно. Он пытается понять, что за явление такое. Почему вся природа враждует друг с другом. Не на жизнь, а на смерть. Любое насекомое опасное. Любое даже растение становится агрессивным. Он пишет этот рассказ очень ярко. Он начинает догадываться постепенно. Потому что эти гиганты, супермайны считают его полным человеком. Неполноценным. Он не только стыдно на ногах, а стыдно. Может спонтекаться и падать. У него реакции недостаточно, чтобы убить кого-то. Это же не только решилость убивать кого-то. Боже мой, кого прислали. Какой-то полный человек. Недоносок. В конце концов, в этом сюжете этот недоносок попадает в джунгли, падает с корабля на парашюте и в эти джунгли попадает в самое пекло смерти. Я думаю, мне конец. Сейчас другой таракан не убьет. И там он видит, что живут люди в джунглях. С этими животными общаются. Пашу на них. Как же так? Интересный вывод. Я был поражен этим. Что же такое? А природа просто реагировала на поведение человека и все. Она отражала их настроение. Люди агрессивные становятся. Прородство отвечает тем же самым. Он взял этот принцип из вед. Это оружие. Природа называется на рай они. Чем больше вы хотите подчинить ее против нее, тем сильнее она действует против вас. И уничтожает. Она сильнее. Каждый умирает. Человек в этом мире. А каждый борется за свое счастье. А все наоборот. И если мы будем жить в гармонии хорошо, не с животными. Давайте начнем хотя бы с человеком. Сколько появилось у нас энергии. Счастья. Сколько энергии у кого сейчас на скрытность. На недоверие. На страхи. На борьбу. На конкуренцию. На обман. На выгоду. В чем вся энергия уходит? А если эту энергию использовать в другое русло, сколько будет счастья. Сколько будет здоровья. Мы что, не можем выразить хорошую пищу? Почему мы идем в ГМО? Мы не можем дышать чистым воздухом? Почему это загрязняет? И знаем об этом прекрасно. В чем наша слабость? В чем наше невежество? При таких достижениях мы не способны, мы беспомощны. Перед этим наказанием. Которое мы сами создаем в себе. И вся причина заключается только в том, в этих гунах. Нечистоте мотивов и недоверие. Вот и все. Но это великое знание. Которое мы не можем применить. Да, как же доверять? Все хорошо сказано. Почему нет? Но как доверять? В каком мире мы живем? Кому доверять? Ну я же доверял. Я же доверял. Но не тот результат. Не начинайте с человека. Человек несовершенен. Доверять нужно Богу. В своем сердце. Сердце нужно доверять. Сначала с собой разобраться надо. Если я буду доверять своему сердцу. Но очень доверять самому себе. Своей чистоте. Своему разуму. Тогда люди будут доверять мне. Вот этот человек правильно живет. И правильно говорит. Я хочу так же. И вы можете делать это с собой. И влиять на других. Хорошими вещами. Нужно влиять активно. Почему раджес активен? А знание пассивно. Почему он побеждает? Все атрибуты власти и денег уже заняты. Смотрите. Все. Мир уже идет в этом направлении. Что с этим делать? Кажется безнадежно. Нет. Иллюзия. Ничего безнадежного нет. Ничего невозможного нет. Если мы начинаем с себя. Все получится. Если с кого-то начинаем. Ничего не получится. Возьмите муравья. Остановите его. Не получится. Конечно можете убить его. Но не убиваясь. Остановите. Не получится. Вот такое маленькое живое существо. Но там жизнь. Там живое существо. Вы не остановите его. Если вы кого-то хотите изменить. Вот таким путем не получится. Улучшившись таким путем не получится. Но если вы возьмете мед. В нужное место. Муравьи сам запретит. Вот станьте таким медом. Не тот, кого используют. Нет. А великим знанием. Присутствие которого все становится ясно. Ясно, что мне нужно измениться. В вашем присутствии я понимаю. Мне нужно стать лучше. Как я могу общаться с таким человеком? Нужно стать лучше. Стать достойной личностью. Это называется родительская раса. Вот то, что наши дети должны чувствовать от нас. То, что должны чувствовать у школьники, в школах, от преподавателей. Это то, что должны оставить старшее поколение. Совесть. Это наша совесть. Возможно, потерянная у кого-то. Может быть, у кого-то нет в семье такой совести. Тогда кого слушать? Свою потерянную совесть. Зачем же так рисковать своей жизнью? Нет. Это записано все. Это все четвертое измерение существования. Откуда исходятся эти поддерживающие силы нашего здоровья, нашей энергии. Нашего счастья. Они записаны все в священном. И они священны. Это называется священные книги. Это нельзя забывать. Это нужно делать. Нужно продвигать. Как возможно, чтобы люди отвергли авторитет священных книг? Если вы принимаете одно священное писание, это хорошо. Но не до конца. Нужно принимать все священные писания. Мира. На одном уровне. Не так, что это настоящее священное писание. А это не настоящее священное писание. Пока мы совершаем такие оскорбления, не может быть счастья. Счастье осознается в единстве. Единство в разнообразии. Поэтому, поскольку абсолютная истина одна, и Бог один, то и писание тоже одно. На разных языках, конечно же. И в разное время. Но не смущайтесь этим. Суть, вы понимаете, одна и та же. Вы прекрасно понимаете, что суть одна и та же. Нужно принимать это все. Как? Принимать сердце. Если мы что-то принимаем в сердце, мы живем с этим. Мы же хотим жить с любимым человеком. Мы же хотим жить постоянно, не разлучаться никогда. Вот точно так же нужно принимать священное наставление. И именно это и позволяет нам жить с любимым человеком всю жизнь счастливыми. Тогда это будет называться любовью, настоящей. Связь, союз душ. Йога. Йога не разорывана по своей сути. Все остальное распадается на части. То есть две реальности существуют. Только живое существо и сверхдуша. Все остальное называется здесь временно, иллюзорно. Поэтому мы эти отношения развиваем. Это называется йога. И эта сверхдуша, она как связующая нашего счастья. Причина выше этого счастья. Ни деньги, ни мои личные качества, ни моя личная красота и молодость. Нет, а сверхдуша. Потому что моя молодость и красота временные. А сверхдуша всегда будет поддерживать нас. И давать необходимые знания для этого. Сверхдуша никогда не покажет на тело. Она всегда укажет на душу. А душа всегда чистая, привлекательная. Поэтому каждый человек может любить любого человека с этой точки зрения. Но если мы говорим, нет, вот это нравится, это не нравится, это процесс отчуждения. Потому что, когда я говорю, мне что-то не нравится, в невежестве. Это путь к тому, чтобы все остальное тоже не нравилось. Это путь к тому, чтобы только я себе нравился. Потому что я могу сказать, в конце концов, и так, вы мне нравитесь сейчас. Я могу сделать оговорку. А потом не знаю. Вот к чему это все приходит. Но любить нужно все живое. Без исключения. Конечно, общаться по-разному. Змею тоже нужно любить, но по-другому. И тигра нужно любить, но по-другому. Крокодила тоже любитель. Хороший парень. Но по-другому, пожалуйста. Будь осторожны. Не доверяйте тем животным, у которых есть рога и копыта. То есть мы любим, конечно же, но разумно. То есть тут, имея в виду разум, разнообразие, нужно понимать, в каком мире мы находимся. Но это не означает, что мы кого-то ненавидим за его рога. Или за его природу. Так же говорится о человеке. Мы сейчас делим людей. Я говорю, не мы, может быть, мир, мир так устроен, что мы людей делим на нации. И языковые барьеры и прочее. Сейчас вот Россия, Украина. Неприятности большие. И везде есть свои неприятности на этой почве. Национальность убеждения. Сколько я себя помню. Всегда есть какое-то напряжение между континентами. Все в советское время мы ждали войны ядерной. Нам частенько военные говорили, что сегодня чуть не началась ядерная война. А сегодня чуть не началась ядерная война. Уже были пальцы на кнопках. Мы слышали это регулярно, понимаете. И до сих пор ничего не изменилось. Жизнь проходит. До сих пор руки на кнопках. Но в чем причина? Что нам не хватает? Долларов, евро. Да мы сейчас живем в таком комфорте, которое раньше не снилось вообще-то. Хотя есть на что жаловаться. Я понимаю, денег мало. Я думаю, у вас денег мало. Так вот, вы же люди бедные все. Вы едва день не нашли на эту лекцию, так я понимаю. И везде, куда они приедут, такая же ситуация. Денег ни у кого нет. С этой точки зрения, да, есть какие-то проблемы. Но давайте разберемся. В этом ли проблема настоящая, что денег нет? Отношений нет. Вот что наша проблема. Поскольку мы отчуждаемся, у нас теряются самые ценные. Любовь, отношения. Тогда мы начинаем думать, а где же деньги? Почему? А потому что никто не поможет, кроме денег. Без денег никто ничего не даст. У них нет таких отношений. Вы знаете, деньги вообще-то не нужны никому. В природе нет денег. Они не растут. Это Буратино так обманывали. Что деньги растут. Нужно закопать их и поливать. Эти соль до вырастут, понимаете? Он так и сделал. Он закопал, полил. А мальчики ждали, что он уйдет. А он не ушел. Он стал ждать, пока соль до прожистут. Вот так же мы сидим, ждем, когда соль до прожистут. Когда-то же будут деньги, верно же? Никогда не будет. Если не будет отношений, не будет денег. Почему? Потому что деньги-то есть. Оно не спрятанное у всех где-то. Никто никому не пытается помогать. Отношений нет. Денег-то полно напечатано. Знаете, об этом? Всем хватит. Если поровну раздать, нормально. А вот как поровну раздать? Вот это проблема. Отношения, отношения, отношения. Это большие знания нужно, чтобы отношения изменить в эту сторону. Ведь я не русский, не американец, не латыш, не индус. Не европеец, я душа. С этого начинаются уже настоящие, вечно нерушимые отношения. И мы прекрасно знаем, как можем любить друг друга. Все. Но так же мы знаем, что можем враждовать с любой личностью. Мы знаем то и другое, что выбрать. Выбрать-то за нами. Враждовать или дружить. Выбрать за нами. Вроде все хорошо, знаете. Только вот одно. Ты помнишь? Ведь тебе все уже плохо. А ты помнишь вторую мировую войну, которой до тебя еще не было? А ты помнишь годы революции, что Трубский сказал? Начинаются проблемы. А вроде же сейчас все хорошо. Так вот, где же наш выбор? Жить в мире и забыть все это? Или помнить все это? А потом, говорите, где же деньги? То есть мы с вами создали этот мир. Не кто-то другой. Конечно, мы рождены в свою эпоху, конечно же. Мы не жили в прошлом когда-то. А может быть и жили. Знаете, реинкарнация – дело хитрое, тонкое. Неизвестно, где мы были в прошлой жизни, где позапрошлой, чем мы там занимались. И не случайно мы оказались в том, где мы положили каждый из нас. Законы просто строгие, точные. И мы можем родиться в таком месте, что вообще ничего не знать. На Чуголке, например. У меня родился в атеистической стране, допустим. Некоторые из вас тоже моего поколения знают, что это такое было. До 25 лет я даже не знал, что такое Евангелие. Я не видел ни одной церкви. Да. Вообще о Боге ничего не слышал. Он не существовал для меня. Мать была, она русская у меня, а отец у меня, значит, с Востока. Мусульманин, получается. А я кто? Мне не говорили, кто я. Мне сказали, ты советский человек. Все, достаточно было. Не важно, ты татарин там или кто-то еще советский. Советский человек. Все, так было условлено. Поэтому я не впитал ни христианскую культуру, ни мусульманскую культуру. Я верил в новую. Высший разум. Хотел понять, что будет после смерти, ну, как и многие. Моего возраста того. Разобраться в жизни. Вот этой спорой разбираюсь. Я ищу знания. Это помогает. Люди, некоторые ищут веру. Недостаточно. Вера без знаний не развивается, не углубляется. Она может быть слепой. Люди могут быть ослеплены верой. Как говорил Ленин, религия может быть опиумом для народа. Слепотой. Поэтому они бросились в науку. Следующая информация. Религия ослепила людей. Сделала их безграмотными. Хорошо. Отвергаем религию. Сейчас наука. Наука творит чудеса. Полеты в космос. Счетные машины. Электричество. Это электростанция. Атомная электростанция. Куда мы шагнули в то время? Атомный век. Какие виды оружия появились. Боже мой. Наука. Заняла место Бога. А что сейчас? Оказывается, что это была неполноценная наука. История все переворачивается. Астрономия вытрекается с ног до головы. Опять от науки. В каком мире мы живем? Мне понятно. То ли плоская земля, то ли круглая. До сих пор решается вопрос. Смотрите. До сих пор идут споры. Не могут доказать друг другу. Плоская земля или круглая. Прямо сегодня. Уже не уверены. Есть ли гравитация? Может быть, это что-то. Что сейчас происходит? Смотрите. Какой сейчас интеллектуальный идет переворот в мире? Это то, что мы верили как в Бога. Я помню, что такое наука была для нас. Если просто ученые доказали то-то, то-то, мы даже не спрашивали, как это доказали. Все. Авторитет. Авторитет. Сейчас люди не верят даже в науку. Многие не верят даже в религию. Потому что не знают ни того, ни другого. Ни науку. Ни Бога. Откуда исходит знание? От человека? Зелент Бога. Вот с этим нужно начать. Если мы хотим получить именно знание взаимоотношений, мы должны знать, с чем мы связаны вечно. Кто я, как вечное существо. И от этого исходить уже в остальных наших отношениях. Тогда я буду проводником энергии. А энергия — это счастье. И энергией пользуется любовь. Когда человек развивает свою любовь, он начинает различать тонкие энергии. Когда зависть уходит, он обретает уникальные способности. Потому что зависть — грубая энергия. Под ее влиянием я не могу тонко различать. Жадность — это грубая энергия. Ложная энергия. Под ее влиянием я не могу тонко различать. Хорошее и плохое. Жадность, вожделение, гнев, зависть, ненадь — это все грубые энергии, покрывающие тонкую духовную мою природу. Которая может различать эти тонкости любви безграничные. Это океан вкусов. Океан поэзии. Океан красоты. Мы же знаем, что этому нужно учиться искусству. Видеть красиво. Это может быть не так сразу. Скажем, что кто-то есть одаренные люди, не могут видеть больше. А в основном мы все учимся, чтобы слышать тоньше и видеть тоньше. Как древние китайцы не давали образования людям, пока не обучали красоте. Сначала человек должен научиться рисовать и играть на музыкальных инструментах. Он должен научиться видеть красоту и слышать красоту. Иначе образование ему не нужно. Зачем это образование? Если он не видит и не слышит. Он не принесет пользы. А для того, чтобы видеть эту красоту, да, нужен тонкий разум. Тонкий разум чисто означает, что нет зависти, нет жадности. Нет этого раздражения постоянно, удовлетворения друг другом. Нет этих упреков постоянно и нет зависимости, что кого-то не могу простить всю жизнь. Я проигрываю просто. Я попадаю в океан страданий, в собственном уме находится. Все страдания находятся. В уме человека. Но думает неправильно. О себе других. Поэтому отношения отчуждаются. Мысли. Все решают наши мысли сознания. Поэтому оттуда приносят знания. Знания приходят из четвертого измерения. Это священные книги. Это то, что придется по преемственности духовных учителей. То, что дают пророки. Это духовная энергия. Так она приходит. Недостаточно сказать не убивай. Это нужно сделать с глубоким состраданием, чтобы люди почувствовали, что такое значит не убивай. Недостаточно сказать возлюбив ближнего. Нужно, чтобы люди почувствовали, что такое любовь к ближнему. В этих словах должна быть сила. Дух. Пророк должен это сказать. Если кто-то из нас это скажет, может быть, не будет такого результата. Но если это скажет наделенные полномочиями духовная личность, будет результат. Люди запишут это. В тысячи лет будут слушать эти вещи. И думать об этом. Потому что это было сказано свыше. А не снизу. Не из низменных желаний. Если кто-то говорит возлюбить и ближнего, и любить и меня, это не будет работать. Слова-то правильные. Направление неправильное духовное. Поэтому вроде мы говорим хорошие вещи друг другу и учим друг другу. А вот где же результат? Поэтому нет другого пути, как именно обрести эту любовь, эти знания. За это ответственен каждый человек. Невозможно это сделать насильно над кем-то. любовь, это выбор добрый, свобода. Она не навязывается. Это личное решение каждого, как двигаться в этом направлении, с какой скоростью. Это индивидуально. Это каждый может делать по мере своих сил. И всегда это подвиг. И всегда это радость, побед. Тут нет потерь. Даже маленькое продвижение на пути освобождает от всех страха, говорится, беспокойство. Все присняет. Даже малое продвижение. Так же, как мы возьмем светильник небольшой, он еще не освещает весь этот зал. Но выход-то мы уже найдем. Уже этого достаточно. Чтобы выйти на свет Божий, как говорится. Этот светильник, мой личный разум, мой личный выбор, моя решимость и искренность. Тогда есть надежда. Здесь невозможно просто при помощи академических знаний обрести совершенство. Тут нужна искренность, настоящая чистота сердца, истребление духа. Как видите, тема большая. У нас только один день сегодня на эту тему. Мы порассуждали какое-то время, проанализировали какие-то моменты. Ну, заложили какой-то вектор, так скажем. Кто-то, если впервые сегодня слушал это. Кто-то, может, не в первый раз, кто-то уже что-то читает, изучает, что-то уже делает. Атмосфера здесь у нас серьезная, сосредоточенная, хорошая. Я бы сказал. Как и везде, где мы сейчас проезжаем, люди с огромным интересом интересуются, проникают в эти области. Это радует меня лично, что не напрасно это все делается. И в Риге мы бывали еще в 90-х годах, в 90-х ранних годах, еще когда не было границ. Я практикую духовную жизнь 30-го года. 30-го года я вегетарианец. Дочь ей тоже 30-го года, она вегетарианка. Всю свою жизнь никогда не ела ни мяса, ни рыбы, ни лиц. Я вижу, что она совсем другой человек. Никогда не принимала интоксикации. У нее нет вообще таких проблем. И во многом гораздо легче понимать какие-то вещи, делать какие-то вещи. Потому что с рождения это все привито. то есть вот я вижу такой опыт имею с ребенком. Жена также практикует на месте 32-го года. Вся семья. Мать моя практикует что-то, что может. Ей уже 83. Она тоже практикует, что может. Она практикует мантру. Уже много лет от меня она это получила. Читает книги, насколько можно. Зрение там очень сейчас плохое в эти годы. Но что-то напомнит, что-то читает. Мы общаемся. Я к ней вот поеду скоро тоже под Смоленск. Тоже поддержать, воодушевить. Это моя семья. Вот она такая. И, конечно же, моя сначала была в полном страхе. Что с ним вообще делать? Я поосознал, что я душа. Значит, что? Значит, все. Ничего не надо. У меня было тогда 27 лет, когда я начал уже практику активную. Мама приехала ко мне в Петербург. А у меня все вегетарианское уже. Заинтересовалась. Я говорю, ну, это вот йога. Я хочу познать себя. А, значит, познать себя. Объясни мне, что это такое? Ну, я душа. Ну, что, что душа? Ну, я слышал о душе. А что ты хочешь познать-то? Я говорю, ну, душа. Это не тело, понимаешь? Он говорит, ты путаешь тело с душой. А я вот хочу познать вот душу. Ну, объясни мне, что такое душа? Я говорю, понимаешь, ну, как тебе объяснить? Мне пришло хороший пример, ну, знаете, хороший. Мама чуть умерла после этого примера. Я сказал, вот, на самом деле, ты мне не мать, а я тебе не сын. Мы души. Мама по стенке так сползала, знаете, так, ну, все, конец, все. Я потеряла сына. Это серьезно. Это кто-то вбил в голову. Она просто чуть не умерла. И я с этим чувствую, она уехала. И полгода она думала, что же будет дальше? И через полгода я приезжаю к ней домой. В гости я приезжаю. И все как раньше. Мать, сын, все, там, любовь, разговоры сокровенные вместе готовим, но уже вегетарианская, конечно же. И она говорит, ты знаешь, я думаю, что я тебя потеряла. Ну, все, сына у меня больше нет. Ты мне помнишь, ты сказал такую вещь? Я говорю, да помню, я сейчас, я помню, я прошу прощения, потому что ты не знал, как тебе объяснить. Я сказал, глупость. Нет. Эти отношения всегда остаются. Это то, что мы должны даже жить и ценить. Именно душа. Душа этим отношениям ценности придает. Духовные люди никогда не бросят свою мать. Я сказал, наоборот, мама, чем больше я понимаю душу, тем больше мы понимаем друг друга. Ну, то есть, я просто не знал, что я говорил тогда, было невежество. И она стала читать книги. Повторять мантру. Слово практиковать. мне сейчас постоянно, поначалу, против мантру, сна никакого нет. Я встываю, разговариваю с Богом, и Он мне говорит, слышит. Я так за Нью рад, честно вам скажу. Это счастье. Я думаю, это можно назвать счастье. Если мы так духовно сближаемся вокруг одной цели, что у нас единые стандарты чистоты, и мы понимаем друг друга. И мужчины, и женщины, и дети. Все могут жить по стандартам чистоты и понимать друг друга. Но у взрослых свои стандарты, а сейчас у детей свои стандарты. Где будет понимание отцы и дети, как решить проблему? На моем опыте дочь в любом возрасте была равноправной членом нашей семьи. Мы всегда слушали ее мнение и даже советовали с ней. В любом возрасте это было. Она всегда участвовала в жизни активно в нашей семье. Мы не говорили, а ты вообще помолчи, ты кто такая, ты еще не выросла. Такого никогда не было, потому что стандарты были одинаковые. Мы никогда не пили водку, мы никогда не курили, не приносили дурных слов. Да, потому что это духовная культура, это стандарты. Поэтому не было ничего скрывать и не было никаких барьеров между нами и молодым поколением. Не было того, что мы делали в отсутствии детей. Нет. Мы старались жить чисто по всем стандартам, правилам, поэтому не было, и они не видели разницы, потому что там такая же душа, возраст не имеет значения. Между стариком и ребенком нет никакой разницы в этом смысле слова. Если есть духовные знания. нет отчуждения. Как вы, может быть, ненужным никому встались, если вы мудрец? Как это может быть? Только в этом случае, если я в невежестве остался, только в этом случае я никому не нужен. Я пытаюсь вас учить, а вы не хотите мне служить. Я страдаю. Я не нужен вам. Я ваша мать, я ваш отец, вы мне не слушаете, я больше не нужен. Я страдаю. Эта тема, она может продолжаться, потому что вопрос в практике, как жить в течение дня, как эти стандарты применяются утром, днем, вечером, пища, сон, отдых, работа, йога, это наша жизнь. Если это все отрегулировать необходимым образом, счастье будет. Это наша природа. Не надо искать счастье, оно уже есть. Нужно просто отрегулировать свою жизнь. Это в природе заложено, это дано нам по нашему праву. Никто у нас не отнимает нашего счастья, никто у нас не заставляет ссориться и драться или воевать. Никто. Это делает наше невежество, наше мнение собственное, иллюзорное. Поэтому необходимы стандарты чистоты, самые высшие стандарты в обществе, к которым стремились все люди. Кто-то уже достиг этих стандартов, кто-то в процессе, кто-то доверяет этим стандартам, хотя не может следовать, но он принимает их. Это уже гармония. Не так, что и стандарты чистоты, я говорю, а у меня другое мнение о чистоте. Это негодяйство. Нет. Чистота есть чистота. Нужно принимать. Если кто-то в семье вегетарианец, кто-то ест мясо, на какой стороне стандарта чистоты? Нужно честно признать, что это чище вегетарианство. Не нужно переустанавливать эти законы. Вот это уже негодяйство. Если кто-то принимает интоксикацию, в семье кто-то нет, нужно знать, что чисто, а что не чисто. Ладно, вы не можете, хорошо, но вы должны знать, что чисто, что не чисто. Это касается и речи, и поступков, и любви. Нужно знать, что чисто, а что не чисто. Не нужно подменять понятия, не нужно выдавать себя за чистую личность. Нужно стремиться к очищению, нужно стать другим человеком, честным. Люди борются сейчас не за религию, не за идеологию, за водку, за мясо и за деньги, за источники энергии. Вот к чему мы пришли. Если грубо говорить, вот ситуация становится такой странной. у нас нет даже идей в жизни, за которые можно было жизнь положить. А за деньги можно. Все-таки нужно установить стандарты чистоты культуры, духовной культуры. Пускай это трудно, но они должны сиять, как солнце и тянуть нас вверх, 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 вверх. Нельзя это закрывать или прятать или отвергать. Это преступно. Светильник под стол не ставят. Светильник ставят на стол, пусть светит. Стандарты таковы, что мясо рыба и яйца это не чистая пища, интоксикация нужно отказаться, астартные грибинги на махинации нужно отказаться, незаконный секс нужно отказаться. Это высший стандарты чистоты. Это основа чистой цивилизации. Хорошо, мы не все можем делать, не беда, научимся. Какие проблемы? Это не беда, беда в другом, когда не хочу это делать, не хочу признавать такие вещи, вот это беда. И чтобы это получилось, мне нужно возвысить ум, потому что если я откажусь, но буду думать о них, это трудно, это даже опасно для здоровья. как ограничить сексуальную деятельность, я постоянно думаю об этом. У меня же будут болезни, конечно будут, нужно научиться так же и думать. А вот церковь нужна мантра. Значит, земное притяжение нас притянет снова к чему? Ко всем и тем вещам. Откуда еще вкус брать жизни? Только в этом есть какая-то радость. По праздникам принять интоксикацию, съесть кого-нибудь сварить чью-то ногу в котле, сделать из него холодец на Новый год, попировать, где-то что-то там обхитрить или бизнес какой-нибудь завернуть тайно. А с вами незаконный секс это вообще острота жизни, чужой живой. Сверх. Мы говорим о том, что это острота жизни, безусловно, это так в этих вещах, да, но это ложное счастье, это разрушение отношений. Поэтому эти четыре принципа и, конечно же, нужно возвысить ум мантры на духовный уровень, да, в то измерение, где нет друзей и врагов, где нет мужчин и женщин. Нужно хотя бы иногда пребывать в этом сознании, хотя бы иногда. Это дает мощь, мощь нашему разуму. Могущество. Все можем на самом деле, если мы связаны йогой с высшими энергиями, с Богом. Человек все может, потому что Бог все может. А это причем. Человек ничего не может без Бога. даже себя сделать счастливым не может. При этом он еще и женится на губе. И детей заводит. Видите? Без Бога это невозможно. Мы сейчас подходим ближе, ближе к этой черте. Что возможно, что невозможно. Начинаем сознавать это. Хорошо. Ну, здесь мы остановимся. Я думаю, что могут быть вопросы. в этот день, пожалуйста. Спасибо огромное за лекцию. У меня такой вопрос. Как научиться повторять мантру правильно? мантру. Если мы начинаем этот процесс, то мы начинаем с количества времени. Например, чтобы что-то запомнилось, нам нужно время повторения предмета. Как заучивание такое. Вы замечаете, что если повторять какой-то предмет, мы запоминаем его. Вот мантра с этого начинается. сначала мы не знаем, что за мантра, какие-то просто слова, но вы повторяете ее, начинаете и во времени. В определенное количество времени. И постепенно начинает присниться эта вибрация. Вы начинаете ее чувствовать. Это естественно происходит. Благодаря времени, просто количества. я повторяю мантру Хари Гришна Маха мантру каждый день, это минимум два часа у меня уходит. Вот эти 32 года, которые я говорил, ежедневно. Начал с одного круга, это примерно минут 10 было у меня. Я еще это медленно повторял, опыта не было. 10 минут это долго очень. Один круг. Один круг это 108 раз. Есть такие четкие бусы, там 108 бусинок, один круг, это 108 раз. Я повторял 10 минут, даже больше. Начал с круга. Мне сказали, что это трансцендентная медитация на звук, на мантру, ну, остальное выведешь сам, знание получишь оттуда. Что у меня было много философских вопросов, на которые сказали, ответить тебе сейчас не сможем, ты должен сам это понять из опыта. Вот тебе мантра. Мантру я верил почему? Потому что я изучал Тимоти Лири до этого. Я много чего пытался, изучал, пытался, не то, что изучал, пытался, по-дилетански может быть, но я интересовался, искал. И там была дана медитация на звук капли, который будет в транс под определенной дозой ЛСД. Тимоти Лири это делал. Я не принимал ЛСД, но я верил, что в транс можно войти по звуку, когда прочитал эту книгу. И тут мне дали мантру, я уже был готов, поскольку я читал Тимоти Лири это мой мантру, он хорошо. И так 108 раз для меня было, это очень много для начала, 108 раз повторить мантру. Знаете, что такое? Попробуйте, если вы никогда этого не делали, покажется, это целая, целый мир перед вами, полжизни пройдет, пока в эту мантуру повторить с 108. На самом деле там много, много чего можно ощутить. И вот я помню, жена ушла гулять с ребенком, я остался в комнате один, не хотел, чтобы кто-то мешал, взял руки четкие в первую жизнь, я хорошо помню до сих пор, 30 года назад, помню даже какие там обои были на стене. Такая была у меня острота, готовность, алертность. Я вот так доверился этой мантры. И стал повторять на счетах 108 раз в эту мантру. Повторил, ничего, ничего, а до сих пор помню все. А ведь ничего. Ну, я знал, что это малая, немаленькая доза, я стал два круга повторять, потом, через пару дней, потом четыре круга повторять. Когда дошел до восьми кругов, я почувствовал в сердце здесь что-то неземное. Еще удивился, что у меня внутри могут быть такие ощущения, ниоткуда, ни с чем не связаны. Я вот стал понимать, это мантра. Раньше такого опыта не было, чтобы чувствовал счастье, внутри просто так, глубоко, тонкое, глубокое и как бы очень важное такое сказать. Вот мое это. Никогда такого не было. А потом, выходя на улицу, я, наверное, в помещении, стал слышать звуки. Это, я смотрю, уже не связывало. Думал, ну, где-то какая-то служба идет в храме. Кудели, колокола и хоралы. Это все. Где-то спустя неделю другое я стал понимать, никакой церкви здесь рядом нет. Откуда же это звуки? Я понял от мантры, что ли? Там такие начались звуки, симфонии. Но, когда я прекращал повторять мантру и прислушивался, ничего не слышал. Это потом прошло. Много что приходит, уходит, в этом процессе. Это не важно. Важно продолжать. Процесс не завершен. И чтобы завершить его, ну, нужна связь. Мантра дается по себе преемственности. Вот просто даже если повторять мантру, этого не будет так достаточно, в полном смысле слова. Она должна прийти по преемственности. Должны получить это от человека, который уже связан. то есть, я получил посвящение Божье, чтобы эта мантра уже работала в полную силу посвящения. Она и без посвящения работает, но немножко по-другому. Это можно повторять, что без посвящения. мантра не зависит от нашего посвящения, другого. Мы, может быть, зависим от этого. Мантра обладает своей независимой силой, ее невозможно уменьшить ее могущество. И до посвящения я видел свет изнутри, видел, как работает реинкарнация при помощи мантры, 16 кругов, то есть, два часа по утрам или я разбивал по часу, находил время. Я еще работал тогда, у нас уже ребенок был, были обязанности, я успевал повторить эту же мантру. Этот процесс я в каком-то смысле освоил неплохо за 32 года. Я могу его подробно объяснять или рекомендовать. Другие духовные процессы я никогда не практиковал в религиозной практике. Я не знаю. Хотя есть Иисусова молитва, я ее не практиковал. Там другое настроение. Или есть мусульманские молитвы, там тоже свое настроение. Мантра Харе Кришна предназначена для исключительно пробуждения любви к Богу. Это главная я могу суть. Что в этой мантре заложен любовный обмен, трансцендентный в этих звуках. Она так составлена. Эта вибрация, она проникает именно в сердце и снимает карму. Это первое, что вы почувствуете. Сильное облегчение. Повторяю в круг, другое вы почувствуете, что как будто груз плеч упал. Это сразу физически вы почувствуете. На четырех кругах ваши дела материально пойдут в гору, потому что ваш разум будет действовать эффективнее. речь, поведение и разум. Средоточенность изменится. На восьми кругах, как я сказал, когда появится это чувство определенное, вы не сможете больше есть мясо или принимать интоксикацию. Вы не захотите терять мантру. Ради мантры вы можете оставить все это. Но если вы повторите 16 ежедневных кругов, это скорость огромная будет. Самолет взлетает и через короткое время, кажется, медленно летит. Отвернулись, что-то поговорили, уже уйдет. 16 кругов. Там большая скорость. Я думаю, что 16 кругов не всегда рекомендовано сразу повторять. Но ваши родственники вас не поймут. Да и вы можете себя не понять. Можете подумать, я стал Иисусом Христом. или просветленным Буддой, что-то в этом духе может проявиться нежелательная вещь. Если вы хотите это практиковать, то с одного круга начните, пожалуйста. Не спеша, постепенно. Потому что тенденция такова, когда человек получает большую дозу духовную, все они хотят, эти люди, бросить все. И работу, и учебу. А зачем? Я уже душа, как я сказал матери. Ты мне не мать, я тебе не сын, все в порядке. Это глупость, неофитство. Если вы откроете Хагалки, то там написано другое. Там говорится, сражайся Арджуна и думай о божественном. Одновременно эти вещи выполняй, свои обязанности и все духовное предназначение. Одновременно. Не оставляй ни того, ни другого. А вот когда придет время, ты этот мир и так оставишь. Это вопрос времени. И тогда ты будешь знать, куда ты отправляешься. Вы же в полном порядке. Поэтому практикуйте мантру. Если кто-то против мантры принципиально, скажем, ну, предубеждение есть или религиозное убеждение есть, не беда, повторяйте имя Бога в своей традиции. Иисусу молитву повторяйте. Говорят, Аллах Акбар повторяйте. Или 99 Аллаха повторяйте. Но примите это не как религию, а как общение с Богом. Я почему это разделяю? Потому что иногда это можно делать не для Бога, а для себя. То есть дай мне то, дай мне все, Аллах Акбар, дай мне здоровье, дай мне денег, пусть все мои враги сдохнут. Это не мантра. Это непонятно что. Тут именно нужно повторять имя Бога. С одной целью приблизиться к Богу. Все остальное придет. Все, что не хватит. Само по себе. У вас будет достаточной энергии разума, чтобы жить в этом мире безбедно. Это вопрос только разума, больше ничего. Карма. Карма в столетном коридоре. Вот разума такого или такого. Это карма называется. Если такой, у меня денег нет. Такой больше денег, такой больше. А такой вообще денег не нужны. Так все даст. Да, только в страсти человеку нужны деньги зависит от денег. В невежестве не зависит и в благости тоже не зависит. Но страсти он зависит от денег, от карьеры, от престижа. Да, на этом уровне он должен получить это. Хотя бы что-то получить, иначе будет чувствовать себя несчастным. Но если он поднимется выше, он не зависит от этих вещей. Или вниз упадет, как бомж, тоже не зависит от этих вещей. А посередине зависит. Так вот мантра поднимает нас выше. Не нужно становиться бомжом или асоциальным человеком. Нужно просто возвысить свой ум и приблизиться к Богу. Вот это практика идет. Это союз. Еще какие вопросы? Это же Ириго. Должны быть больше вопросов. Да, пожалуйста, больше вопросов. почему происходит так, что иногда ты чувствуешь тонкие уровни больше, а иногда спасибо. Почему происходит так, что тонкие уровни иногда чувствуются лучше, а иногда хуже? А тонкие объясните. Какие? Ну допустим иногда может ты понимаешь какие-то мотивы, действия людей, а иногда перестаешь их понимать. Гуны вращаются. Так и есть. Утро и вечер мудренее. То, что я не понимаю вечером, прояснится утром. И также от режима ума зависит, в каком режиме ум работает. Если ум возбужден, мне трудно понимать людей. Если ум умиротворен, я вижу. Нужно следить за этим моментом. Йога означает, что мы контролируем деятельность ума и чувств, и так мы можем находиться в реальности. Потому что есть состояние бодрствования подобное сну, как раз о котором вы говорите. В этом состоянии я не понимаю толком, что происходит. Это состояние ума. Поддержка ума в состоянии покоя всегда нужен опыт. Потому что какие-то обстоятельства могут возбудить все-таки ум. Но с опытом вы станете сильнее, сильнее, сильнее. Например, маленький огонек пламя колышется при любом дуне ветра. Но когда большой огонь, он устойчив. Его не погасить так просто. Даже бурганов ветра. Поэтому здесь нужен опыт. Куны вращаются, ум тоже в состоянии меняется, измерения, поэтому иногда мы понимаем, иногда не понимаем, иногда просветляемся, иногда возбуждаемся, иногда пассивны. Куны вращаются. При помощи мантры мы как раз должны стабилизировать наше состояние, в монастыре. Чтобы всегда быть в знании находиться, даже во сне. Даже во сне можно получать знания, если ум уравновешенность. Разум контролирует ум, но разум засыпает, функция сна разума. Ум продолжает введить сны, хорошо. Как его контролировать безразумом, спящий разум? Возможно. Так же, как родители, если не строгие, говорят, мы уходим, уберись в квартире. И даже в отсутствие родителей, смотрите, силы наставлений такова, что мы делаем это живых отсутствием. Разум может быть сильным, даже засыпая, ум слушает его. Это уже высокий уровень. Если во сне вы получаете знания необходимые, это уровень хорошего контроля. нестабильное состояние, но это вопрос опыта и практики. Пожалуйста. добрый вечер. Спасибо за лекцию, И я хотел спросить, иногда есть ощущение, есть какой-то страх, может быть, прогрессировать, потому что страшно, что ты потеряешь какую-то компанию или возможность смотреть хоккей, пить пиво. Все, что многие годы тебе дали какое-то удовольствие, может быть, и когда ты это соглашаешь, тогда ты чувствуешь, что какие-то друзья там пропадают и так далее. И что же как с этим исправиться? Так и будет. Какие-то друзья пропадут точно. Не напрасно боитесь. Так произойдет. Но с другой стороны вы обретаете других друзей. вы не потеряете. Вы обретете что-то лучшее. И также ваши друзья, общаясь с вами, они возвысятся постепенно. Вы повлияете. Пример Франциск Кассийский. Вы знаете его пример? Это сын очень богатого человека. Он общался с элитой богатой. Это была молодежь, золотая молодежь. Куча денег, развлечений, все доступно, они жили такой жизнью, пока Франциск не изменился. История точно не установила, как это произошло с ним. Но с войной он вернулся уже другим. Никто точно не знает из историков, как это конкретно случилось. Но он вдруг обрел любовь к Иисусу. И вы знаете, он оставил все, одежду даже снял и ушел. Оставил все богатство отцу. Отец был против все этого, не ставил врагами. И вот он нищий, босиком строит раму, носит камни, строит стен один. Франциск Васильский. Все, где друзья? Нет друзей. Никого нет. И тогда один друг сказал, слушайте, друзья, давай его вернем обратно. Он, конечно, необычный, но наверное, этот дурь кончится. Пойдем, позовем его. Я пойду. Мы с ним близкие друзья, а я ему скажу. Франциск, пошли обратно, как раньше будем жить, наслаждаться жизнью. Хватит глупо всеми заниматься. Он пришел ему и сказал, Франциск, давай возвращайся, давай жить нормальной жизнью. Этот богат и в роскоши на лошади с золотой сбруей, и тут этот Франциск босиком от их рубище, бородатый уже такой, знаете. И он, Франциск, посмотрел на него и сказал, я уже нормальной жизнью. Этот человек повторил то, что сделал Франциск. Он стал богат и пришел помогать устроить храг. Второй друг сказал, я пойду спасать их обоих. с ним прошло то же самое, совсем прошло то же самое. Потому что такой любви они никогда не видели, как у Франциска. Поэтому не просто нужно терять, нужно продвигаться. Вы не теряете, вы возвышаетесь. если возвышаетесь, то поле вашего влияния увеличивается сверху. Ваше влияние увеличится. Никто из ваших друзей равнодушным не останется, когда с вами будут такие перемены духовные. И ваши родственники тоже. Они могут быть недовольны, что не пьет пиво с нами. Они будут думать об этом. Почему мы пьем пиво? Может быть и нам нужно пить пиво? А иначе вы не измените ничего. Иначе это будет держать вас всю жизнь так и будет. Просто жизнь как все, ничего не изменится. Никто не изменится. Конечно, что-то вы потеряете, но другой вопрос, что вы приобретете? Это важный вопрос, что вы приобретете. Вот ради этого это стоит. начать этот процесс. Выпускайтесь в путь, конечно же. Нужна дух, решимость, отвечение необходимая штука, оставить что-то и начать что-то новое. Но это стоит того. Хоккей вам не будет интересен скоро. Будет интересно что-то другое. если скажем, у человека есть самокат, ну все, что у него есть, ну нет транспорта. Ему говорят, отдай свой самокат вообще. Какой с него толк? Не такой, что транспор делать. Ему жалко удостоваться с самокатом. Жалко. А если ему сказать человеку, вот тебе Мерседес, отдай самокат. Только это легче нам надо смотреть. Это вообще можно забыть про самокат. То есть переоценка ценностей произойдет. Пока эта переоценка не произошла, не меняйте ничего. Смотрите хоккей, общайтесь с друзьями, искусство ничего не делайте. Это должно расти. Не просто показать всем, что вы не слушаете хоккей. Не для этого. Вы должны расти. Тогда это будет совершенно по-другому. восприниматься ваше поведение, ваша практика. На показ мы это не делаем. Ваши вопросы. Добрый вечер. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Когда я занимаюсь делом и делаю это для людей, мне совершенно не хочется брать за какую-то плату за это, но я тем не менее вынужден, чтобы эта плата шла для моей семьи. И у меня такой вопрос. Где та грань, когда я должен отдавать людям, и где та грань, когда я должен брать для семьи, чтобы был какой-то баланс. Если я буду брать для семьи, то я буду эгоистом. если это только для людей, то будет страда семья. Смотря какой деятельностью вы занимаетесь? Я программист. Да, может, про деньги. Просто зарабатывать, Это просто работа, зарабатывать денег, можете и так использовать. Но если я программирую, например, программный продукт, который будет, скажем так, очень много информации идет через интернет, и она воздействует на детей. И у меня появилась возможность программирую продукт, который бы позволял родителям блокировать эту информацию. То есть получается, что я помогу обществу. И это уже как бы вот вы меня мучили, непонятно. Сколько брать, сколько не брать. Здесь в Бхагове есть стих относительно этого, что огонь чист по природе, но от него все же будет исходить нечистота дыма какая-то. Такова природа. Поэтому любая деятельность имеет недостатки. Это не причина отказываться от деятельности. Так говорится. Например, воин на войне должен убивать. Это долг, это чисто, но убийство некая сверху. Торговец, который делает бизнес, должен скрывать свои доходы иногда, ведь самодеятельность необходима. как тхарма, но имеет недостаток. И любая деятельность имеет недостаток. Поэтому здесь вы должны принять какие-то недостатки, если занимаетесь профессиональной деятельностью. В данном случае это недостаток, и там есть свои пользы. какого настроения я должен это делать? Настроение долго. Например, вы должны поддерживать семью, это долго. Так же, как, допустим, человек, когда я начинал практику, у меня были подобные сомнения, потому что мы, там, землю, огород у нас был, и копать нужно было землю скопать, а там черви, там медведки, я не мог. Подобная тема, ведь. Ну, тогда не будет картошки, не будет еды, что делать? Копать или не копать, как скажете? Копать или нет? Поэтому работайте. Из чувства долго работайте. Духовная практика также нужна для чего? Чтобы очищаться от этих недостатков, которые вы сейчас описываете. Духовная практика это определенное жертвоприношение. Это очищает. Когда люди связаны жертвоприношением, они очищаются от этих видимых и невидимых ошибок, которые они совершают по отношению к обществу друг к другу. Это праздники духовные, это благотворительность, это то, что люди должны делать все. Это очищает наше общество, наше умы, наши недостатки и деятельности. сектор. Это ты. Пожалуйста. Спасибо. История, если какие-то знания без написаний, какие-то изречения или еще что-то, которые, скажем так, неприемлемы, да? Вот, допустим, что касается знания. Экклесиаст. Знание умножает печаль. Святой человек и очень много как бы прописных и непрописных и истин. Как к этому относиться? Если какие-то аспекты знаний неприемлемы с Писанием. Да, совершенно верно. То, что пища для одного, я для другого. Так и есть. То есть есть разные правила Писания для разных людей, для разных культур, поэтому Писания могут отличаться этим. Но для кого-то это приемлемо. Это именно направлено на определенную категорию людей. Какие-то разделы Писания или даже целые религиозные системы. Как бы они соответствуют гунам той или иной культуры. Христос проповедовал рыбакам, допустим. Мухаммед проповедовал в степных районах. Вот в той культуре, которая описывается биографами, упаднической культуре. И тогда он говорит именно вот эти слова. Я приведу пример. Если человек не убивает, ему не нужно заповедь не убить. То есть ему не нужна такая религия, такая форма религии, такая заповедь. Если он не убивает, но если он убивает, ему нужна именно эта заповедь. Если кто-то не крадет, мы не говорим ему, живи честно. Это будет оскорбительно. Но если человек склонен воровать, ей заповедь не воруй. Не лги и прочее. Это для тех, кто не делает этого. Но если вы это уже делаете, для вас есть другая система знаний. Либо в другом Писании, либо в этом же Писании. Я помню этот пример, как Иисус. К нему подошел один очень богатый человек из хорошей семьи. И спросил, учитель, то, что ты говоришь народу, я это исполняю с детства. Потому что я вырос в хорошей религиозной семье. Все эти заповеди я соблюдаю, естественно. Что мне скажешь? И Христос дал ему новую религию. Не ту, что он давал обычным людям. Он сказал, теперь иди, раздай богатство. Сними сандалии. Оставь себе одну одежду только. И иди за мной, будет миссия. Этот человек слился в толпе после этого. И Христос сказал после этого, легче верблюдов сквозь угольное ушко, чем богатого Царства Божьего. То есть, видите, есть и другие заповеди. Но готовы мы ли к ним? На каком уровне мы находимся? Такую систему знаний мы принимаем, чтобы учиться. Поэтому то, что для вас неприемлемо, другому может быть полезно. Поэтому все же с уважением относимся ко всем разделам писания. Они нужны для разных категорий людей. Вот так мы смотрим на священные книги. Нормально? Признательно за ответ. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я хотела спросить. Вы сказали, что чтобы были отношения в семье глубокие, надо иметь доверие друг к другу, открывать сердце. И вот, а как тогда поступать, если ты открываешь сердце, но бывает такая реакция, которая тебя ранит в ответ. И тогда ты думаешь, что ты, ну, как бы в следующий раз доверять. Ну, как бы доверяешь, опять реакция ранит. Как бы не ожидать этого. Ну, то есть, ну, как тогда быть, или туда доверять Богу в первую очередь, вот, если бы, ну, близкий человек. Мы ищем, ищем внимательно, как это делать. Вот есть бревнышко, вот перекладинка. И мы пробуем на перекладинку, по бревнышку, оп, перевесило. Назад перевесило. А вот тут равновесие, видите, нашли. То есть, смотрите, если я пытаюсь что-то сокровенное сказать, неуместно, может быть, человек не понимает этого, или не время, не будет реакции должной. Я должен почувствовать. Это опыт. Вот мы в семье живем, мы этот опыт приобретаем. Так, постепенно, постепенно, где-то удается, где-то не удается, но мы добираемся до сокровенных вещей. На это отмерена вся моя семейная жизнь. И когда вы добираетесь до сокровенных вещей, вы превосходите семейного класса жизни уже. Мы уже поднялись выше. А это вот, что называется, семья. Вы изучаете друг друга, вы изучаете Бога, вы изучаете свое сердце, вы изучаете все, вы учитесь служить в семье. Детям служить, мужу служить, обществу служить. Столько служений. А почему? А потому что я же эгоист, и семья меня очищает. Вот я ищу. И когда я останусь внимательным, еще более внимательным, тогда это талант. Как талант. Раскрыть сердце. Да, тогда получается, что, как бы, если ты что-то хочешь сделать, ну, ты должен сказать правду, а правду не принимай. Тогда, как бы, и, ну, врать тоже нельзя. И это, получается, что ты мучаешься, мучаешься, и... Пока не обретем качество. Правда недостаточная. Важно, в каком качестве мы ее говорим. Как мы это делаем? Например, сегодня лекция. Я тоже вскрою сердце здесь. Но я должен иметь опыт, как это сделать. При таком количестве людей разного. Чтобы никого не обидеть. Ну, и так далее. Чтобы как-то это было услышано. Глубже. То есть, должен иметь такой опыт. Я этим занимаюсь долгое время. Я изучаю тоже это все. И себя изучаю, и людей изучаю в этом процессе. Потому что я должен научиться любить аудиторию. Чувствовать аудиторию. Не просто говорить то, что не забыл, как рассудиться. А то, как это важно сейчас. Что полезно сейчас сказать. Что необходимо сказать сейчас. И тогда есть результат. В этом случае. То есть, мы учимся общаться. Ясно. Спасибо. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. У меня вопрос по поводу взаимоотношений с родителями. Из ваших лекций я знаю, что после Бога нужно поклоняться матери. Как научиться выстраивать свои отношения с матерью? Так, чтобы научиться не замечать не недостатки, а такие качества, как эгоизм и гордыня. Я понимаю, что такие качества можно обрести по неволе, по навязанным стереотипам жизни, которые были раньше. Но когда это видишь, хочешь помочь человеку, и всякий раз это заходит в тупик. Как бы я не хотел озвучивать о недостатках, я понимаю, что у меня, как бы мне над собой работы полно еще. Но когда я начал практиковать духовную жизнь, я понял, я увидел, что это есть в моей матери. И очень хочется помочь, но каждый раз, тем не менее, отношения заходят в тупик. Хорошо. Хорошо. В каком-то смысле взрослый сын – это тоже учитель для матери. Это не противоречит природе, что взрослый сын может ее так же обучать, давать на стороне заботиться. Таким образом. Это факт. Но для того, чтобы это сделать, чтобы позаботиться о матери, о ее росте, необходимо отделить ее сторону человеческую от ее стороны божественной. То есть, мать – это божественная сторона ее природы. Женщина, человек – это ее другая сторона ее природы. Например, корова – тоже мать. Но она животное. Да, факт, что животное. Но мы же видим мать с другой стороны. И уважаем ее. Вот вам пример. Это нужно отделить. Простую биологическую природу и ее положение по отношению ко мне. Положение-то матери останется. Даже если она ниже меня духовно. Или глупее. Или еще что-то. Положения матери все равно остаются. Это божественно. Вот именно мать мы должны уважать. И вот когда мы вот это отделим, тогда мы сможем помочь в несовершенной природе. Через ее, через уважение ее материнской природы. Тогда можно помочь и другим еще. То есть, чтобы обучать людей высшего, высокого положения, мы должны стать очень смиренными. Ну, как бы любящими. Мы должны это в духе делать, ну, суноний любви. То есть, больше смирения требуется. Потому что мать, что она смотрит на ребенка? Она перенала когда-то, знаете. И спать его убирала, нечистот. Она это помнит. Это хава остается пожизненно. Она смотрит. Ну, это ребенок ходит. Что бы там ни было. Если мы хотим дать ей знания, то мы делаем это не с высшей точки, а снизу как бы это делаем. В смирении. Это тогда сработает. Потому что иначе в своем отечественном пророке нет. Либо мы это делаем, если у нас не хватает этого искусства, мы это делаем по-другому. Мы через кого-то это делаем. Мы даем послушать какую-то лекцию, почитать какую-то книгу. Или знакомим с кем-то. Если у нас это недостаточно получается, с родственниками сюда труднее, мы делаем через кого-то. Ну, посмотрите, например, я знаю, что вот так вот учить мать, это не так просто. У меня есть мать. Но однажды, когда я к ней приехал, ну, я ей рассказывал, там читал ей Баговодит, иногда там и Евангелие читал. Я не знал, что как с ней, что ей легче было. Заводил такие темы. И у меня было все это чувство, что я что-то ей навязываю. Как-то давлю на нее. То есть как-то неестественно было с моей стороны. После того, как вот учить ее, что она мать. Я это чувствовал. И однажды я ей сказал, мама, вот сегодня праздник, день явления Кришны. Я буду готовить. Готовить пищу, потом ее светим. И у нас пост будет. А потом, к вечеру, мы будем первые. Вот такое правило праздника. И я стал готовить на кухне. Она мне там что-то помогала. Там посуду показывала, там что-то чистила. Я ей говорю, а на самом деле, пока мы готовы, нужно говорить о Боге. Расскажи мне о Боге, ей попросил. То есть раньше я просто что-то вталкивал. А то ты сказал, расскажи ты мне о Боге. Она так руками развела, так и стеряна. Она меня посмотрела. И стала говорить, тем не менее. Знаете, что это было? У меня мурашки по коже пошли. И волосы на голове зашивили. И сказали, матерь это все услышала. Я понял, вот. Вот это теперь правильно. Я от нее должен это услышать. Я от нее должен это раньше получить. Но получилось так, что я ей дал это, а она мне вернула, как мать. С огромной силой. Вот это процесс работы. Поэтому тут вопрос тонкий, видите. Это старший, по положению старший. Мать, это божественное положение. Спасибо. Здравствуйте, Александр. У меня есть два вопроса. Первый. Есть ли эффект от мантры, если ее, скажем, прослушивать, а не произносить? Хорошо. Хорошо. Можно прослушивать какое-то время. И когда у вас накопится определенная эмоция, нужно произносить. Это должен быть ваша эмоция, ваше отношение. В этом ценности. Я могу от кого-то это получить, эту эмоцию, воспринять как что-то очень вдохновляющее, положительное. И проявится моя эмоция. Вот это вот ваш момент. Вот тут и нужно выразить это описательно. Что любовь, если это не выражается, она угасает. Поэтому любовь – это активная также деятельность. Начинается именно со звука. Мы слушаем и повторяем. Слушаем и повторяем. Так она развивается. И второй вопрос касательно четырех регулирующих принципов. А что касается рыбы и мяса, понятно, что употребление сопряжено с убийствами. Но что касается яиц, здесь мне не очень вопрос. Ясен, почему яйца в том же списке? Почему? Есть пища в треугунных материальной природы. Благости, страсти и невежества. В страсти мы регулируем пищу, не отказываемся, регулируем. Например, острый, перец, чили. Мы регулируем. А в благости мы принимаем все без регуляции, это все полезно и хорошо. А то, что невежество, отвергаем. Но от яйца к несчастью в огне невежества, нечистая пища. Спасибо. Даже растения не все в огне благости. Ядовитые растения, допустим, они едят. Добрый вечер. Прошу прощения за беспокойство. Где? Здесь, вот здесь. Добрый вечер. Благодарю вас за ваши лекции. И у меня вопрос будет звучать примерно так. Я постараюсь формулировать как можно понятнее. Как отличить влияние гун невежества и страсти от кармы? Если нужно что-то пояснить, я поясню. Но надеюсь, вы услышите мой вопрос. Это называется гуна-карма. То, что вы говорите. Сочетание взаимодействия двух вещей. Гуна влияет на карму, на деятельность. Деятельность меняет гуну, так же влияет на гуну. То есть гуна-страсти это то, что создает новую карму. А может быть такое, что находясь в определенном общении, мы находимся в страсти, но эта страсть, скажем, она кармическая, которую мы должны как-то победить, или она насколько, скажем, насколько она необходима в жизни для того, чтобы ее победить, дана Богом. Вот такой вопрос. Насколько нам нужно что-то принимать, или все-таки... Это хороший вопрос, хороший вопрос. Страсть — это активная деятельность, прежде всего. Это нужно принять для высшей цели, для благости. Так? То есть страсть принимается в сочетании с благостью. Но страсть в сочетании с невежеством отвергается. То есть разрушительная деятельность может быть, вредоносная деятельность, греховная деятельность. Это страсть невежеством сочетания. Страсть — это природа деятельности. От нее отказываться нельзя, говорится, благо в отлитии. Действуем мы постоянно, поэтому мы должны действовать ради высшей цели. И карма означает, что мы действуем именно так, как умеем. Это карма. Это предопределено. У меня вот такое тело, такие способности. Это карма, это воплощение моих качеств. И вот мы как умеем, мы используем эту страсть, и она сгорает таким образом, если мы это делаем для Бога. Так мы очищаемся. Так же, как дрова в огне сгорают, говорится. Мы погружаем эту страсть в огонь служения Богу. И что в принципе и под нашей кармой? Мы очищаемся. Спасибо вам огромное. Как у нас со временем? Наше время кончилось? Ну, прошу прощения, у нас время кончилось. Спасибо большое. Я хочу с сердечником поблагодарить Александру Геннадьевичу. Всегда действительно эти встречи это такие беседы-откровения. И я уверена, что нам предстоит много размышлять над тем, что мы услышали. Но есть хорошая очень новость. Визит Александра Геннадьевича в Латвию не заканчивается. Завтра в Светгривос, это культурно-образовательный центр под Елговой, в 11 утра состоится еще одна замечательная встреча. Она на самом деле направлена на детей, подростков, но и на родителей. То есть будет беседа с детьми. Потому что там в Светгривосе сейчас проводится, или в Светаусте, проводятся детские фестивали «Киносвет». И вот в рамках этого фестиваля можно также приехать, посетить эту лекцию. Тема будет «Кто такая личность?» И беседа еще раз будет направлена именно на детей, подростков, на родителей. Я думаю, что много откровений нам с вами предстоит тоже познать вот в течение этой встречи. Так, завтра в 11 утра вот есть возможность приехать еще на эту программу. А сейчас от всего сердца хочу вас поблагодарить. Спасибо большое. Есть книги, если мы попросим еще чуть-чуть, может быть, задержаться для автографов, если вот у вас есть желание, есть книги Александра Геннадьевича здесь можно приобрести и подписать. Спасибо. 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 Спасибо.